МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, ну что ж ты такое-то? Ой, господи. Ира, я тебя очень прошу, пожалуйста, перестань суетиться. Можно подумать, это ты замуж выходишь. Ты что, совсем не нервничаешь, что ли? Ну почему? Нервничаю, наверное. Ну, голову-то терять зачем? Вот зря ты не согласилась на настоящую свадьбу. У тебя была бы фата, платье, торт. А еще белый лимузин с куклой на капоте и куча малоизвестных людей. Нет уж, спасибо. Терпеть не могу маскарады. Ой, не понимаю, почему. Это же праздник. Ира, я очень тебя прошу, пожалуйста, сядь и успокойся. Хорошо. Кстати, а где мой жених? Уже минут пятнадцать, как должен быть. Знаешь, там могут быть пробки. Могут быть, но нужно же было это предусмотреть. Работаю над ним, работаю, а толку ноль. Ну вот и он. Игорь, привет! Это не Игорь, это курьер. Наверное, от ребят из лаборатории. Какая красота! О, тут записка! Ну, понятно. Наверное, банальное поздравляем, желаем. Что там? Ириш, ты чего? Прости, вещи заберу позже. Он что, с ума сошел? Милаш, ты только успокойся, пожалуйста. Ты только не нервничай. Нет, подожди, этого просто быть не может. Так не должно быть. Мы же все решили. Угу. Я не понимаю. Девушка, почему у вас цветы? По тридцать, дать. Девушка, почему у вас цветы? Продолжение следует... Продолжение следует... Я же просила, если берете, хотя бы на место возвращайте. Прости, мне просто срочно нужно было... Я понимаю, но просто это не повод наводить беспорядок. Мила, у тебя все нормально? Да, все хорошо. Ну не было свадьбы. Как? Отменили. Здрасте. Галина Ивановна, доброе утро. Доброе. Ну что, как-то мое приглашение из Венеции не пришло еще? Когда придет, вы об этом узнаете первой. Ну я просто подумала, мало ли вдруг вы забыли. Послушайте, Крылова, почему вы считаете, что все, кроме вас, не умеют работать? Я так не считаю. Просто для меня эта конференция жизненно важное событие. Я в курсе. И все-таки не стоит меня дергать по этому поводу каждые пять минут. Удачного вам дня. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, приглашение еще не пришло. Ну ничего. Я вот уверена, что все будет хорошо. Алло. Хорошо, я сейчас спущусь. Это кто? Игорь. Ну я же говорила, все налаживается. Ох. Так, иди давай к нему быстро. Давай, давай, давай. Привет. Здравствуй. Может, ты все-таки объяснишь, что произошло? А что произошло? Я собрал свои вещи и вернул тебе ключи от квартиры. Почему? И что это за цирк с букетом? Ты что, не мог просто поговорить со мной? Потому что я испугался, что ты меня переубедишь. Я, как всегда, приму твое решение, а не свое. В смысле? Ты взрослый самодостаточный человек. Да. Ты знаешь, я в последнее время стал об этом забывать, Мил. Послушай, в конце концов, из нашего брака ничего хорошего не получалось. Вот кто ты знаешь, ты даже не попробовал. Я не попробовал. Я три года пробовал, Мил. Я даже не заметил, как стал жить не своей жизнью, а той, которую ты не запланировала. Я начал задыхаться от твоей постоянной опеки, потому что ты мне шагу не давала ступить без твоего участия. Ты же все за меня выбирала. Начинает место работы, заканчивая трусами. Я просто заботилась о тебе. Хорошо. Пусть будет так. Соседка приходила. Муж ее принес тебе фильтры для фотоаппарата. Ну вот опять, а? Ну вот опять, Мил. Это же ты решила, что мне нужны эти фильтры. Они мне не нужны. И фотоаппарат мне не нужен, потому что я плохой фотограф. Я никудышный фотограф. И я тебе скажу больше, я вообще средний человек. И мне комфортно в моей посредственности. Не надо меня переделывать. Знаешь, если ты кого-то нашел, ты мог бы мне прямо об этом сказать. Никого я не нашел. Дело не в этом, пойми ты. У меня вообще такое ощущение, что я с чужим человеком разговариваю. Да? Просто потому, что я наконец стал самим собой. В общем, я уезжаю в Таиланд, инструкторам подаю руку. Ясно. Удачи. Так, Вадик, вот видишь, у тебя тут тройка, а должна быть четверка. Ага. Вот сейчас все, нужно сойтись. Угу. Что случилось? Ключи от квартиры вернул. Ой. Юрий, а что, правда такой деспот? Да нет, ты что такое говоришь? Он сказал, что я все время на него давлю и все за него решаю. Ну, ты немножко, конечно, любишь покомандовать. Ну, спасибо, подруга, утешила. Давай лучше работать. Так, наконец-то, пришел список участников венецианской конференции. Странно, у тебя в этом списке нет. Так. Это очень интересно. Здравствуйте. Евгений Сергеевич, как это понимать? На каком основании, Крылова, вы вырываетесь в мой кабинет без стука и начинаете скандалить? Простите, пожалуйста, просто я прочитала программу венецианской конференции, нашла там свой доклад, но там только ваша фамилия. И что? Как это что? Я тоже автор, даже, может быть, в большей степени, чем вы. Да, вы проделали большую работу, спасибо вам за это большое. Я обязательно упомяну вас в своем докладе в Венеции, но принципиальное решение по синтезу этого пептида принимал я. Вы что, шутите? Я советовалась с вами, как со своим научным руководителем, не больше. С синтезом вещества и его обоснованием занималась я. Послушайте, Людмила, если вы пришли поскандалить, у меня на это нету времени. Вот оно. Значит, я в Венецию не еду. Что? Я спрашиваю, вы не берете меня на конференцию? Я не вижу в этом особой необходимости. Евгений Сергеевич, я автор этой работы, это мой пептид, я придумала и запатентовала это название, С-15, и я... Крылова, вы вообще себя слышите? Я мой, мое. Вы вообще-то работаете в государственном учреждении, на государственном оборудовании, за государственный счет. Вы должны быть благодарны, милочка, за такую потрясающую возможность. А вы, оказывается, не только самодур, вы еще и мошенник. Но вы понимаете, что после этого мы не сможем работать вместе. Работать под вашим началом, себя не уважать. Да и, кстати, свой пептид я вам не отдам, ясно? Вы на ложном пути, Крылова. Смотрите, как бы это не вышло вам боком. Крылова, ты сошла с ума? А, я смотрю, у нас информация очень быстро распространяется. Мне это не сошла с ума. Но пока Ермаков руководит нашим отделом, я работать не собираюсь. И результаты свои я ему не отдам. И что ты будешь делать? Пока не знаю. Для начала надо написать докладную генеральному директору, вы все ее подпишите. Ага, значит, ты так решила, а поинтересоваться нашим мнением тебе в голову не пришло. Что ты к словам цепляешься? Мил, ну а зачем нам это делать? Как это зачем? Вы же все тут знаете, как велась работа над С-15. Послушай, Крылова, ты ведь до этого все свои вопросы решала сама? Вот давай все таки оставим. По-моему, Вадим прав. Ну что ты на меня так смотришь? Ну, конечно же, я все подпишу. Лишь бы это помогло. Спасибо, Ириш. Я только не понимаю, почему вы так уверены, что с вами такого произойти не может. Да, мама, привет. Как ты? У меня все хорошо, ты не переживай. Как сестренки? Значит, нужно нанять репетитора, я вышлю денег. Лекарства у тебя еще есть? Если будут заканчиваться, обязательно дай знать, ладно? Все, девчонкам привет, целую. Пока. Вот и не верь, после этого в гороскопы. Сегодня обещали целый день неприятностей. Милаш, конечно, молодец, она виду не подает, держится. Но меня ты не обманешь? Что же нам делать с твоей подругой? Не знаю. Может, ее с кем-то познакомить? В качестве заместительной терапии. Слушай, Паша, а у тебя на работе никого подходящего нет? Может, конечно, и есть. О! Ну, как ты себе это представляешь? Это же как человека в клетку с тигром засунуть. Ну да, милаш, конечно, не подарок. Но ты все-таки подумай, хорошо? Я подумаю. Хорошо. Черт, черт, мне кажется, кошелек потерял. Да у меня твой кошелек. Ну, что Биби с тебя делала? Плакала бы. Поехали домой, растеряш. Привет, ребят. Привет. 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 Когда ты мне уже расскажешь секрет этого аромата? Я его обожаю. Никогда и ни за что. Мой, только мой. Я его два года разрабатывала. Какой ты жадина. Ну, ладно, по случаю дам поносить. Ребят, спасибо огромное, что вытащили меня. Тут правда очень мило. Да, мне тут Паша иногда такие праздники устраивает. У меня идеальный муж. Да, я такой. А еще я очень голодный. Виталик. Миша, Паша. Привет. Привет. Виталик. Привет. Ты как здесь? Да вот зашел поужинать. Так садись к нам. Да, мы как раз ужинаем. А вы не против? Мы же не против. Садись. Здорово. Это Виталий. Мы с ним когда-то в студенческой сборной по волейболу играли. А это Мила. Умница, красавица. Да. Лучшая подруга Ириши, а значит и нашей семьи. Очень приятно. Красивое имя у вас, Мила. Обычное имя. Людмила. Мила это сокращенно для друзей. Молодец, что ты сюда пришел. Здесь потрясающая кухня. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Виталий Константинович, я прошу прощения. Приехали морепродукты, а водитель хочет заехать на гостевую парковку. Ну пусть заезжает. Я прошу прощения. А давайте все вместе в субботу сходим на карнавал городской. Говорят, там будет весело. Я не против. А меня и спрашивать не нужно. Милаша, ты же пойдешь с нами? Отказ не принимается. Да, да, может быть. Извините. Фиговые мои конспираторы. Привет. Привет. Быстро же ты добралась. Ну, спешила к лучшей подруге. Лучшие подруги так не поступают. Милаш, ну, слушай. Ну, посидели мы в хорошем ресторане. Ну, поели, поболтали. Ну, принадлежит он Пашкиному приятелю. В чем проблема? А ты не понимаешь? Нет, я не понимаю. Я не хочу ни с кем знакомиться. Не хочу. Понятно? Понятно. Ладно, садись, чаю налью тебе. Чувствовала себя просто дурой полной. Или кроликом подопытным. Ой, ну зачем ты все так драматизируешь? Я не драматизирую. Я просто хочу сама решать. С кем мне ужинать, с кем мне разговаривать, с кем знакомиться. Ну, ты же не даешь тебе помочь. Не надо мне помогать. Я совсем сама справляюсь. Сама. Да ты полжизни сама. Сама маму тянешь, сестер. Тебе ж необходимо на кого-то опереться. Вот для этого вы у меня с Пашей и есть. И вообще ты так говоришь, как будто я немощная какая-то. Милаш, ну давай уже мир, а? Пообещай, что этого больше не повторится. Обещаю. Тем более, что холостых друзей у нас с Пашкой больше нет. Ой, это не может не радовать. Ты же помнишь, что мы завтра идем на маскарад? Помнишь? Помню, помню. Если бы я знала, какой тут сумасшедший дом, я бы ни за что не согласилась. Да перестаньте, ты же весело смотри. О, Виталик. А вот мы где. Адам. Вот вам кофе. Спасибо. Спасибо. Вы извините меня, я тогда в ресторане была не очень вежлива. Дело не в вас. Моей подруге могла бы предупредить. Да вы не переживайте, я все понимаю. Мне тогда тоже было неловко. А где Паша? А, наверное, панкуется. А давайте я пойду его поищу. А вы здесь будьте, чтобы не потерялись. Иди. Ну, видишь? Он хороший. Кто? Ничего. Боже, как же я люблю этот твой запах. На, держи. Ты что, нет. Держи, дарю. Я себе еще составлю, когда вдохновение будет. Класс. Спасибо. Ой, я тоже хочу. А, ты слышала? Ребят, ну правда, ну хватит уже. Меня там друзья ищут. Что рисовать будем? Венецианскую маску, цветок или зверя. Разрисуем так, что муж родной не узнает. А у меня нет мужа. Тем более, это же карнавал. Здесь все возможно. Друзья мои, прекрасный приз ожидает того, чтобы одолеть все этапы нашего конкурса. Присоединяйтесь, друзья. Присоединяйтесь. Замечательно. Но нам нужно еще одного, она. А вот он. Иди, друзья. Нет, нет, нет. А где-то еще никто никогда не уходил. А, вот и она. Вы танцевать умеете? Нет, а вы? И я. Ну что, сразу сбежим или дождемся, пока музыка начнется? Ну уж нет, я не привыкла сдаваться. Вообще-то я тоже. Ну, поехали. Ты тоже наподевалась. Она, по-моему, опять из меня сбежала. Чувствуешь себя каким-то преступником, честное слово. Виталь, ты не думай, Мила не такая, как ей кажется. Просто она любит все контролировать. Она в свою жизнь только близких людей пускает. Ребята, я очень хочу стать для нее таким человеком, понимаете? Но, по-моему, это ее абсолютно не интересует. Ой, молодцы! Веселее! Кто, кто будет? У нас есть победители в этом конкурсе! Здравствуй. А теперь мы объявляем суперконкурс! Сейчас, моя студентка, в этом конкурсе, я продиктую следующее условие конкурса! Сейчас у меня выскочит сердце и умру на ваших руках. Вы же говорили, что вы не привыкли сдаваться. А, умереть не значит сдаться. Еще как значит. Условие конкурса заключаются в том, чтобы съесть эти яблоки, не касаясь руками. Не знаю, как я буду тут это делать, но будет интересно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вам, мои друзья, утешительный приз от Акалопа на память! Мы все-таки проиграли? Не думаю. Такого вкусного яблока я никогда в жизни не ела. Я тоже. От твоего аромата просто с ума схожу. Сбежим отсюда? Подождите! Подождите! Не надо! Подождите! Эй! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давай-давай-давай Ну что, заявление мое завизировали Обходной лист уже подписан Так что, оказывается, все только рады от меня избавиться Милаш, не говори ерунды В институте все к тебе прекрасно относятся Ну да, конечно Так, где мои журналы? Не знаю Журналы мои кто брал? Тань, ты брала мои журналы? Я не брала, Мил, мне не нужны твои журналы Господи, ну я же, я же тысячу раз говорила Берете, ну верните на место Вы же знаете, как для меня это важно Так, Милаш, ну успокойся В конце концов, все есть в компьютере В компьютере только основные этапы синтеза А в журналах все Пробы, ошибки, все Послушайте, отдайте мои журналы, я вам слова не скажу, обещаю Ты в своем уме? У меня твоих журналов нет Хорошо, я хочу обыскать все столы Я не позволю тебе этого сделать Почему? Тебе есть что скрывать? Так, Милаша, Милаша Успокойся 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 Хорошо 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 Не могу ничем вам помочь, Людмила Александровна Аркадий Петрович, ну как же так? Я обратилась к вам, потому что вы неоднократно звали меня к себе Причем утверждали, что когда бы я не захотела прийти, место всегда найдется Но это когда было? Месяца три назад Время нынче стремительно, обстоятельства меняются, а с ними и планы И потом я выяснила, что за последний год серьезных публикаций у вас не было Ну конечно, последний год я занималась синтезом нового пептида и заканчивала кандидатскую диссертацию Как раз на конференции в Венеции Наслышан, знаменитый С-15 А еще я слышала, что в Венецию с докладом по С-15 едет Евгений Сергеевич Ермаков А вашего имени среди разработчиков нет Странная ситуация, не находите? Очень странная, я все вам могу объяснить Думаю, это лишнее Рад был вас видеть Может быть мне зайти через некоторое время? Думаю, не стоит Здравствуйте Виктор Иванович, я как раз к вам Простите, пожалуйста, в следующий раз добрый день Здравствуйте Посмотрите Дело в том, что там то, о чем я вам говорил, это требует структурозность и точность ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тащил меня за руки и за ноги к себе в отдел Вот это, кстати, новое почти Да и это тоже Слушай, может я это куплю? Мне же как раз к Пашке на день рождения обновка нужна Не выдумывай, пожалуйста, это совсем не твой стиль Мне не нужна благотворительность А потом, ты представляешь, он просто взял и выставил меня Нет, конечно, очень вежливо Ты же знаешь Аристократические манеры Лебединского Но на нем свет клином же не сошелся В конце концов, есть институт Назаренко Есть НИИ фармакологии, пищевой есть Везде была и везде отказ По разным причинам Уверена, это дело руки Ермакова Надо же, не поленился А повестил всех, какая я неблагодарная и склочная Можно по брякушке еще продать Все равно не ношу Милаш Да ты что, ну Что, совсем денег нет? Ну, практически Маме отправила девчонкам на репетитора надо За ипотеку заплатила Ну и так осталось Да бензин отложенный, ну это святое Ладно, если цену не ломить, все быстро раскупят Но я поверить не могу, что в большом городе Талантливый, целеустремленный человек Работу найти не может Я тоже так думала Вон, сама посмотри Сейчас Так Ну вот Иди сюда, смотри Вот Хорошая вакансия Зарплата, посмотри какая У меня ипотека в два раза больше Точно Ну, тут тоже копейки И здесь Что ты там говорила Обновка тебе нужна? Поехали Да, тебе нравится? Да, хорошо Хочу взглянуть еще вот на этот Милаш Ну что скажешь? Ты сама-то что думаешь? Ну, я не знаю А по-моему, очень хорошо и цвет очень идет Да, вот мне тоже так кажется Да? Ты же не любишь все эти финтифлюшки На сегодня это самый модный тренд Нужно экспериментировать и пробовать что-то новое Вам к какому-то событию? Мне к дню рождения мужа Слушай, а помнишь, у тебя такое платье было? Розовое? Да Все висит в шкафу, так и не надела Так и не надела Ну, вот видишь Знаете что, девушка Давайте к нам Вот то щене из манекена Хорошо, но на вашем месте Девушка, пожалуйста Да Да Снимай этот ужас Ну, хорошо Ваша права, мне нельзя одной по магазинам ходить Не помешаю? Нет Там именинник самбу танцует Удивлюсь, если обойдется без травм А вы танцуете? Нет Все-таки, похоже, я вам помешал Что вы хотите услышать от меня? Виталий Константинович, там именинный торт привезли Я понял, хорошо иду Извините Милаш А что это с ним? Не знаю Слушай, Ириш, я пойду, ладно? Ну, почему? Это что, из-за Виталика, что ли? Да ну, при чем тут Виталик? Он вообще мне, если честно, малоинтересен А вот это ты зря Хороший, серьезный Достойный человек И, между прочим, Паша сказал Что вы с ним друг на друга похож Ну, в смысле характерами? Ну, спасибо Ну, ничего общего Ну, как скажешь Только одну ведь тоже не очень А я и не одна Так А что это я? Чего-то не знаю? Да все ты знаешь Я же рассказывала тебе про незнакомца на карнавале Господи, понятно Пять минут в объятиях человека в маске Это очень романтично Ну, знаешь ли Во-первых, не пять, а двадцать пять минут Людмила Крылова Что-то я тебя не узнаю А где ваша практичность? А где рациональный подход к жизни? Что вообще такое? Не знаю Не знаю Лица из-за маски не видела Голоса за шума не слышала Поцелуй забыть не могу Да Ты классно выглядишь, подруга Так это же благодаря тебе Кстати, Паша в восторге А с твоим ароматом вообще бомба А вот и он Ребят Так, все, Паш Нужно помочь Милу устроить на работу Так Придумай что-то, пожалуйста Так я с радостью Но у меня же айти-компания Ну и что? Ну а Мила такой себе пользователь Нам нужны узкие специалисты Ну не брать же ее уборщицы Ну это да А вы уже уходите? Да До свидания Паш, еще раз с днем рождения Извините Пойду Пока, Ириш Спасибо, Мила Спасибо, Мила Что произошло? Виталик, ой, на самом деле, слушай Такой прекрасный праздник Спасибо тебе огромное Смотри, Паша как доволен А Мила У нее просто с работой проблемы Никак найти не может А для нее это катастрофа Так что ж раньше мне не говорила-то Так, ладно Пойдем ко мне в кабинет Все расскажешь Нет нерешаемых проблем Пойдем, пойдем Виталик, она хочет спасать Берите Прекрасно, незнакомка Выберите себе печенье Нет, спасибо Выберите печенье Не пожалеете Ведь предсказания, которые вы там найдете Обязательно сбудутся Ну, хорошо А сколько стоит ваше печенье? Нисколько Спасибо Пожалуйста Значит, Ростик, слушай меня внимательно Все вышлем из твоей зарплаты Понял? Да, я понял Это в последний раз Видите, работайте Прости, старик Ничего, бывает Праздновали вчера день рождения друга Подсчитываем количество оставшихся бокалов Ну, если друг хороший, никаких бокалов не жаришь Хороший Со студенческой скамьи Ну, ладно Это лирика Как говорила моя бывшая теща К делу Давай Хочу открыть новый зал А у тебя заказать мебель Не вопрос Пришлю тебе дизайнера Скидку приличную сделаю Я у тебя в долгу В каком долгу? Здрасте, приехали Забыл, как ты меня уговаривал Ложиться в онлайн-магазин товаров для дома Дело пошло очень даже Серьезно? Будем расширяться Поздравляю Слушай Тебе человечка не нужен? Толковый, порядочный Организованный Трудолюбивый С высшим образованием Работа нужна С хорошей зарплатой А чего к себе не возьмешь? От помощи отказывается Протекция не любит Все привыкла своими силами То есть, это девушка Симпатичная? Не в этом дело Ладно, ладно У меня свободное место Дело производителя Но там Скорее Не подготовка нужна А холодная голова на плечах В этом нет проблем Присылай Только после обеда Договорились Только не говори, что я попросил Конечно Спасибо Алло Привет, как дела? Да, Ириш, привет Уже на трех собеседованиях была И пока безуспешна Слушай Я тут нарыла одну вакансию В интернете Свежее объявление Работа вроде административная Зато зарплата неплохая В общем, я уже позвонила И назначили собеседование Ир, ну я же просила Ну не сердись, пожалуйста А вдруг это то самое? А, ладно Сейчас выбирать не приходится Когда собеседование? Через полчаса У них офис возле ЦУМа Ого, мне туда минут сорок ехать Ладно, попробую успеть Спасибо, пока Субтитры создавал DimaTorzok Первый день за рулем Или со зрением проблемы Это вы у меня спрашиваете? Вы вообще знаки читать умеете? Тут запрещен правый поворот Да еще и с левого ряда Учить меня не надо На дорогу смотри А не собой от зеркала любуйся А при чем тут зеркало Если у кого-то проблемы С правилами дорожного движения Да и с хорошими манерами, кстати, тоже Твое счастье, что я спешу А у нас так зачет никто не получил на курсе Сдавали что? Потом ревизия Здравствуйте Здравствуйте, я Людмила Крылова На собеседовании Хорошо, пройдемте Да Да Алексей Михайлович, к вам пришли Спасибо Здравствуйте Я на собеседовании Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Можете сначала извиниться Интересно, это за что? За ваше лихачество? Не стойте в дурях, проходите Я не собираюсь извиняться Ну, это позиция Согласиться не могу, но уважаю Присаживайтесь, поговорим о вашей новой работе В смысле? В прямом Если вы так же рьяно будете отстаивать права компании, как свои собственные, меня это устраивает Какое у вас образование? Высшая, плюс аспирантура Я химик Вот у меня имеется ряд публикаций в солидных европейских научных журналах Участие в международных симпозиумах Есть авторское свидетельство Но это все прекрасно, если только не будет отвлекать от основных обязанностей Ясно Наша компания состоит из нескольких подразделений, которые работают в совершенно разных направлениях От производства мебели до поставок станков Есть несколько сайтов, интернет-магазин и еще несколько инвестиционных проектов Не слишком ли вы разбрасываетесь? Нет Ваша должность что-то вроде координатора Вы всегда должны быть в курсе дел каждого подразделения и информировать меня Также в ваши обязанности входит общаться с клиентами, партнерами Готовить встречи, держать в порядке архив и следить за почтой А как же, семь мешков фасоли? Что? Ничего, простите, это так Ну, раз ничего, завтра в 9.00 можете приступать Катерина Да, Алексей Михайлович Введите в курс дела нашу новую сотрудницу Людмилу До завтра Что-то еще? Думаю, там на дороге мы Оба немного погорячились Хорошо, забыли это дело До свидания Что? Лен, я ясно дал понять, разговор окончен Извини, много дел, пока И после всего этого он тебя еще взял на работу? Да, он сказал, такие бойцы ему нужны А как он сам? Слушай, да я не успела еще ничего понять Вроде бы деловой, не глупый, правда не особо вежливый Ну, лучше или хуже, чем Ермаков? А Ермаков это кто? Что надеть? А какой у них там дресс-код? Какой дресс-код? Какой дресс-код? Моя предшественница Катя ходит на работу в рваных джинсах и футболке Нормально А начальник мотоциклетной косухи Правда, все это, насколько я заметила, недешевое Значит, фирма процветает Так это то, что нам нужно Ты мне скажи, ты по химии скучать не будешь? Не знаю Нормально Держи Спасибо Итак, здесь у нас пиар-отдел С сегодняшнего дня я тут работаю Далее Тут у нас финансисты Господа Познакомьтесь, это Людмила Здрасте Теперь она Да Идем дальше Итак, тут у нас кухня Холодильник, микроволновка, кофемашина стоит у твоего стола Запомни, Алексей Михайлович пьет кофе с тремя кусками сахара Ну, в общем, работа несложная, так на побегушках Но с перспективой роста На телефоне включен автоответчик Так что ты каждый раз не дергайся А то тебя так надолго не хватит, на части разорвут Доброе утро всем Доброе утро Людмила, к часу мне нужны все материалы по рекламации фирмы Тауэрис Тауэрис, хорошо Кофе сделайте Удачи Спасибо Ира Привет Доброе утро Слушай, мне понадобится твоя помощь В каком смысле? Тебе нужно будет продолжить изучение биологической активности пептида С-15 Серьезно? Мне нужно? А при чем тут ты? Ну, вчера у меня с Ермаковым был довольно продуктивный разговор Он предложил оригинальную схему синтеза нашего пептида С каких пор он стал нашим? Вообще-то он милым То есть, ты хочешь сказать, что мы к этому никакого отношения не имеем? Ни я, ни Танька, ни Ермаков Вся заслуга, по идее, должна достаться гениальной Крыловой? У тебя есть хоть какое-то представление о научной этике? Вадик, кто бы говорил об этике? Жаль мне тебя, Ирка Вся эта история с пропажей журналов Всего лишь Милкина фантазия От научного бессилия Да, интересно Вот так работаешь с человеком бок о бок много лет И даже не догадываешься, какой он на самом деле Здравствуйте, компания Технобис Одну минутку сейчас соединю у вас Простите, не подскажете, Саша, Кондратьев Кондратьев, двадцать восемь Спасибо Людмила, меня Лариса зовут, я из пиар-отдела Это надо курьером отправить Хорошо Здравствуйте, компания Технобис Это срочно Я все сделаю Нет, простите, это я не вам Людмила, это надо срочно разослать Не переживайте, я все передам Что, простите? Рассылка Срочно, давайте, давайте, давайте Да, да, хорошо, да что же это такое Здравствуйте, компания Технобис Сейчас, подождите Да, да, простите, сейчас принесу Когда отвечаете на звонок, представляйтесь, пожалуйста Анонимность у нас не приветствуется Да, хорошо, извините Здравствуйте, компания Технобис, Людмила Да, как вы говорите, вас зовут? Хорошо, я передам Людмила Это на подпись На подпись директора Да, да, да Хорошо Технобис, здравствуйте, Людмила Людмила, очень срочно Одну минутку, сейчас соединю Добрый день, мне по планировке квартиры уточнить Одну секунду Ирина Извините, я бы хотела соседнюю комнату улучшить по дизайну Вот эту папку надо проверить Компания Технобис, здравствуйте, Людмила Секунду, соединяю Людмила, это что? Как что, это рекламация по Таурису? Правда? А где акты экспертизы? Договора? Где вся переписка? Я просил все материалы Простите, но я... Мне не нужны ваши оправдания Через пять минут, чтобы на моем столе были все документы Вот было бы из-за чего кричать Не расстраивайся, сейчас все сделаем, давай Как это можно все запомнить? Здравствуйте, коллеги, как у нас дела? Здравствуйте Работаем, Евгений Сергеевич Вот, сравниваю результаты гидролиза последних двух модификаций нашего пептида А Татьяна готовит вам информацию по участникам венецианской конференции Прекрасно, работайте Спасибо Ирина Ирина, я давно не видел ваших расчетов по коагуляции Что произошло? Ну, мы же, кажется, не в бухгалтерии Наука спешки не любит Вы знаете, я вижу, что дела о нашей лаборатории вас мало волнуют Почему вы так решили? До слухи дошли Ну, значит, до вас дошла недостоверная информация Хотя должна признаться, что работать в лаборатории становится некомфортно Ну, ну, я вижу, Лавры Крыловой вам спокойно спать не дают Ладно, коллеги, работайте Ир, ну, зачем ты на рожон-то полезла? А я ненавижу демагогов Слушай, а ты сама демагогию не разводишь? У нас хорошая перспективная лаборатория Отличный руководитель отдела Вадик, высокий балл у Ермакова ты уже заработал Зачем ты зря силы тратишь? Прав, Ермаков Дружба с Крылова тебе на пользу не пошла Вылетишь из института Вадик, ты не прав Да, прав он, Тань, прав Я уйду Но для начала в отпуск Пока, пока, Саню До свидания До свидания Пока До свидания Давай, давай, до завтра До завтра Эй Вставай, пойдем домой Рабочий день в компании Техноби закончен Спасибо, Кать Ты мне сегодня очень помогла Да не за что Честно говоря, я думала, будет хуже Для первого дня ты отлично справилась Ага Осталось только научиться нормально разговаривать по телефону И правильно работать с документами А так все отлично До завтра До свидания Девчонка, пока Пока Ну чего ты замерла, пойдем Подожду, пока он уйдет Не хочу с ним в одном лифте ехать Боюсь, не сдержусь, если опять начнет воспитывать Не принимай все так близко к сердцу Да нормально у нас шеф То, что нервный в последнее время, это да Это из-за развода От него жена к другому ушла А для мужика, сама понимаешь, это сильная психологическая травма Знаешь, как я ее хорошо понимаю, такое убежать надо Ну ладно, до завтра Пока Я решила, пойду в отпуск, а потом приму решение А Пашка меня во всем поддержал С вином-то ты очень хорошо придумала Эй, подружка, ты чего? Милаш, что случилось? Я тебя давно такой не видела Ты что, плачешь, что ли? Милый, мой хороший, ну Да что такое? Я одинокая, бездарная Ой, боже мой, ну дурочка твоя Ну что за глупости? Ну перестань Сначала я потеряла жениха, потом я потеряла работу Потом я встретила мужчину, от которого я впервые в жизни потеряла голову И тот исчез Ну ты все еще об этом незнакомце в маске Ну давай еще скажи, что до сих пор не можешь забыть вкус его поцелуя О, ну хорошо, ну у тебя же новая работа Это же как новая жизнь, как там? Да там все еще хуже, ты понимаешь? Оказалось, что я со всеми своими образованиями и красными дипломами Не могу сделать элементарных вещей Я не понимаю, куда мне нужно отправить курьера Я не понимаю, как отделить договора от платежек Я не знаю, в какой последовательности нужно отвечать на телефонные звонки Я не могу десятеры взрослых людей Заставить вымыть за собой чашки А этот начальник мой новый, еще хуже, чем Ермаков Послушай, я тебя прошу, давай перестань плакать Соберись Давай решать все по порядку Во-первых, ты не одинока У тебя есть мы с Пашей А во-вторых, присмотрись к Виталику Он очень хороший И ты ему ужасно понравилась А в-третьих Да возьми и организуй в этом офисе все так, как тебе удобно Мне уже кажется, у меня ничего не получится У тебя не получится С твоим-то комплексом отличницы Да у тебя же всегда все получалось Ну, ну перестань Ну все Давай Держи Все, не плачь А где теперь договора по интернет-магазину? Вот, все здесь Все подписано Спасибо Да, Людмила, мне срочно нужны документы на ротанковую мебель А вот все рядом Спасибо Большая просьба все возвращать на места, ладно? Доброе утро Доброе утро Доброе Мила, привет Есть, привет И когда ты это все успела? Главное, цель вдохновения Ну да Уважаемые коллеги, доброе утро всем У меня огромная просьба к любителям кофе Мыть за собой чашки, спасибо Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Это что за новшество? А у нас тут и революция Да, вот Людмила пытается упорядочить и организовать наш рабочий процесс А зачем? Кто просил? А мне нравится Простите, Алексей Михайлович, это мое Ладно Продолжаем трудиться на благо компании Технобиз Лен, я тебе все уже сказал Да, ничего вернуть нельзя Нет, мы ничего не будем больше пробовать Лен, я прошу тебя, успокойся Все, все, хватит рыдать Хорошо, я приеду Можно? Когда? Хорошо, я буду Не могу больше говорить Алексей Михайлович, проект презентации по итальянским краскам у вас на почте Отлично Лариса? Да Вопрос Как тебе наш новый координатор? Людмила? Людмила Ну Если честно, она немного странная Но найти нужный документ стало намного проще, это факт Понятно, спасибо Можно? Да Людмила, сделайте кофе А у нас кофе больше не будет Почему? Пить не из чего Наша революционерка все чашки выбросила Как выбросила? Мусор Прекрасно Людмила Людмила, что там за проблемы с кофе? Я настойчиво и неоднократно просила всех мыть за собой чашки Меня не услышали Уборщица, если вы не знаете, приходит всего один раз, рано утром Поэтому я собрала весь мусор и выбросила Нет, ну нормально, а Давайте решим эту не самую большую проблему Чтобы сотрудники могли выпить кофе и чтобы грязной посуды не было Алексей Михайлович, эта проблема была решена еще сто лет назад Когда в Канзасе запустили в производство бумажные стаканчики Надеюсь, завтра, когда я приду на работу, я не застану полностью перестроенный офис Благодарю вас Привет! Я очень рада тебя видеть О чем ты хотела поговорить? Мне очень плохо без тебя Лен, меня это уже давно не интересует Давай по существу Но ты должен меня простить Мне было очень плохо с этим человеком Это был твой выбор Я ошиблась Я очень сильно ошиблась Мне нужно было потерять тебя, чтобы понять, насколько ты важен для меня Лен, я тебя очень прошу Не начинай, а давай без слез Но мы же можем попробовать начать все с насчет Нам же было вместе хорошо Ничего начинать мы не будем Если это все, для чего ты меня позвала, то мне пора Все, пока Ну и проваливай Ты еще сам об этом пожалеешь Ты приползешь ко мне Вроде бы все Спасибо До свидания Ну, милый ты боец Держи, спасибо Алло Здравствуйте, Виталий Ну, вообще-то у меня были немного другие планы Насчет вашей дочери Давайте я вам сейчас сброшу адрес До свидания Здорово О, привет Ты ко мне? Нет, я не к тебе, я к Миле К Миле? Ну, к Людмиле Как мило Слушай, хорошо, что я тебя встретил Вот, у Машки же день рождения, так что мы тебя ждем Спасибо, постараюсь Старик, ты не обижайся, но ты иди Я не хочу, чтобы Мила нас видела вместе Так все равно же узнает Ну, это будет в домашней обстановке Опа Все, пока Пока, Ромео Сочувствую тебе Ой, ладно Добрый день Добрый день А вы что, знакомы? С кем? А, нет Просто уточнял адрес Между прочим, это был мой шеф Очень неприятный тип Да По-моему, любезный Это потому, что вы его не знаете Так о чем вы хотели со мной посоветоваться? Да Мил, понимаете, у моей дочери день рождения ей исполняется 13 лет, а я не знаю, что подарить Не могу сказать, что я широкий специалист в этих вопросах А это вам Виталий Мила Спасибо У вас очень славная дочь Да, замечательными Только, знаете, с ней в последнее время сложнее и сложнее Моим сестрам по 16, я вас очень хорошо понимаю Да Вот сегодня закатила сцену Не хочу, говорит, никакого дня рождения А почему, она это как-то объяснила? Да, потому что я запрещаю делать татуировку Она, видите ли, всю жизнь об этом мечтала Ну, так может, пойти на уступку и разрешить? Что, татуировку? Вы серьезно? Нет, нет Нет Об этом не может быть и речи, что вы Ну, как вы себе это представляете? Ну, юная девочка Со страшными рисунками на теле Ну, почему сразу со страшными? Вы же можете обсудить рисунок Нет, я не буду обсуждать, зачем И потом это на всю жизнь Она сама скажет Папа, зачем ты мне не запретил? Ух, по-моему, как-то все драматизируете Можно же сделать временное тату Временное тату? Как это? Очень просто Да Рисунок хной Как у индийских женщин Это отличный выход Милая, а можно вас попросить, чтобы Вы при этом присутствовали? Я? Да Но чтобы Машка не знала Будет лучше, если это будет Машина мама Нет, это не лучше И вообще-то невозможно Я бы хотел, чтобы мы больше об этом не говорили Слушайте, ну это, конечно, может быть не мое дело Но это... Да вы абсолютно правы Это не ваше дело, Мила Эта женщина Для нас больше не имеет никакого значения Я поняла, простите Это вы меня простите Да, кстати, вы приглашены на день рождения Приходите, мы будем вас ждать Спасибо, я постараюсь Ну, за вас Так, все Спасибо Да, пожалуйста Всего доброго Мила, что у нас с сетью? Не могу отчет найти за прошлый квартал Подожди секунду Здравствуйте, компания Технобис, Людмила Нет, нет, с документами все в порядке Они никуда не исчезли Подождите, пожалуйста, минутку Я сейчас с почты разберусь и вам перезвоню Спасибо Я не могу найти договора на аренду Людмила, у меня исчезла вся переписка с поставщиками Спокойно Что опять случилось? Здравствуйте Документы пропали Может, вирус? Техника вызывай Не нужно никого вызывать Просто я оптимизировала электронную систему хранения документов Хотела разослать всем инструкцию Но принесли почту, и я не успела Ну, ты даешь Вы бы хоть предупредили Из-за вашей оптимизации у меня в отделе работа остановилась Людмила Зайдите ко мне в кабинет Не думал, что мои слова по поводу перестройки офиса Вы воспримете настолько буквально Алексей Михайлович, но моя система, правда, гораздо удобнее Если бы я только успела разослать инструкцию Так, давайте договоримся Раз и навсегда Инструкции в моей компании рассылаются только После предварительного согласования со мной Вы что, знакомы с Виталием? Я вчера получила такое же И что? Ничего А я-то дура всем хвастаюсь, что я сама устроилась на работу Надеюсь, вы понимаете, что это была не моя затея В любом случае, я вам не девочка для битья, ясно? Тихо, не дергайся, положила Стоять Стою Отпустите ее А ну, отошел Спокойно, я руководитель этой компании Если нужен заложник, возьмите меня Ее отпустите В сторону, я сказал Смотри Алло, полиция Что-то как-то не хочется в офис возвращаться Может, перекусим? А работа? Ну, если что, отмажу вас у шефа Катерина Я отъеду По делам Людмила со мной Там, за порядком, присмотри, чтобы мне пришлось опять полицию вызывать А? Покатайте меня А как вы узнали, что пистолет был ненастоящий? Да я не знал Просто бросился на вашу защиту Ну, тогда вы герой А вы инициатор цепной реакции Невероятных событий Ммм, какие вы знаете выражения Ну, в отличие от многих Точные науки в школе я любил А почему вы ушли из института биоорганики? Да так, шеф-идиот был Не везет вам с руководителями, да? Сначала один шеф-идиот, перед другой Вы извините меня, правда Я очень много лишнего сказала Вообще некрасиво получилось Столько людей пыталась мне помочь, а я... Ну ладно, все нормально Мне самому эта история с протекцией Не очень нравилась Поэтому цеплялся к вам Больше на себя злился, чем на вас А вы молодец То есть я не самый худший работник? Отличный работник И голова на плечах есть, и творческая жилка И все эти новшества для компании только в плюс А вам среди колб и пробирок не вкусно было? А вы с какой целью интересуетесь? Да так, просто Привет, Катерина Извини Боже, сто лет тебя не видела Как дела? Отлично Привыкай, теперь мы будем видеться чаще, как и раньше А вы что? Да, мы с Лешей помирились Мы поняли, что наш развод был ошибкой А ошибки нужно исправлять Ну что, Леша у себя? Нет, он куда-то по делам уехал А я его мотоцикл внизу на парковке видела Ну не знаю Тут сейчас такое было, ты себе не представляешь Настоящий вестерн Какой-то парень решил ограбить банк Ну, который по соседству Значит, на него на поле охранники Каким-то образом он оказался у нас Ворвался, взял заложника Но твой Твой был на высоте Он бандита скрутил Полиция приехала Все С Лешей все нормально Не переживай Он жив, здоров, все хорошо Настоящий герой Отлично Сейчас, одну секунду Алло, Лешенька, привет Ну, как ты? Нормально Ну, ты у меня герой А ты откуда знаешь? Я у тебя на работе, мне Кате все рассказала Лен, ты что там вообще делаешь? Я тебе все сказал Оставь меня в покое Большое спасибо Хорошего дня, до свидания А ведь еще с утра ничего не предвещало Такого развития событий Это точно В какой-то момент я вообще подумала Что работаю у вас в последний день А что если продлить этот безумный день И вечером завалиться на какой-нибудь джаз Вы джаз любите? Обожаю Я сегодня не могу, извините Понятно Надо провернуть секретную операцию С подарком ко дню рождения у Маши Вы же будете у нее К сожалению, не получится Очень важная встреча Но подарок Машуле от меня, как всегда, получит Вы уже готовы сделать заказ? Извините, лампочка перегорела Ну что, кажется, цепная реакция возобновилась Ага Судя по всему Мы с вами вместе все-таки страшная сила Да, только надо направить ее на что-то конструктивное На что, например? Я бы кое-что изменила в нашем офисе Сделала его более уютным Что именно? Добавила живых цветов Может быть, фотографии на стены Смотря каких Природа? Городские пейзажи Вариант? Какие города? А пусть каждый сам выберет Сразу будет видно, какой у кого характер Отличная идея Только моя Венеция Не занимать Теперь вы мне не оставили выбора Я тоже хотела Венецию Серьезно? Совпадение А, ну да Я ваш карандаш с маской помню Были в Венеции? Собиралась поехать на конференцию Но не сложилось Почему? Мой научный руководитель Вычеркнул мою фамилию Не только из доклада Но и из списка делегатов Ясно Вы только не обижайтесь Но вот что я вам скажу Хорошо, что вы ушли из науки Вы знаете, я Последнее время Тоже так думаю Еще раз прошу прощения Сейчас вы готовы сделать заказ? Да Фух, ничего не понимаю Может изменить условия Взять другой буфер Ну, давай попробуем Привет, коллеги Привет Какими судьбами? Ты же еще два дня гулять должна Я в бухгалтерию ходила Карточку зарплатную поменять А Как у вас тут? Да вот Ермаков предложил Новую схему синтеза А у нас не идет Может, глянешь? М? Ну, давай Так Знаете Когда впереди отдых Мозги очень сложно включить Давайте я сфоткаю А дома подумаю Ну, давай Ну, все Работайте Пока Пока Людмила, Маша Буквально пять минут И ваши мастера освободятся Спасибо А вас, Лена, я приглашаю Извините, пожалуйста А вы не могли бы мне помочь? Да, конечно Я не могу выбрать рисунок Они все такие разные Да, действительно Задача не из простых А как тебе вот этот? Класс Мне он тоже очень понравился А место ты уже выбрала? А может, у запястья? Чтобы папу не очень травмировать По-моему, хороший выбор А вы где будете делать? Я еще тоже не решила Правда, мне травмировать некого А где ваш папа? Он ушел от нас А от нас мама ушла Давно Милые леди, мастера ждут вас Да, подруга Пару дней тебя не видела А ты тут уже сходишь с ума А что ты об этом скажешь? Красиво Что случилось? Маскарад Я не понимаю Да этот праздник в парке Незнакомец маски Помнишь, я рассказывала? Я вообще не думала Что я могу испытывать Такие эмоции Понимаешь? Но это плохо или хорошо? А еще недавно Опять была в парке И мне клоун Дал китайское печенье С предсказанием И что там было? Показывай Так Пусть длится маскарад И что? И мне кажется Он действительно продолжается А мне кажется Нам пора выпить кофе Понятно Пойдем Ой, кстати Чуть не забыла Ни о чем тебе не напоминает? Ну как же не напоминает? Это листок из моего Лабораторного журнала Значит все-таки Вадик Вот гад Не переживай У них там синтез все равно не идет Ну конечно не идет У меня тут ошибка Я ее исправить не буду Успела Отлично Слушай, может быть я все-таки рано сдалась? Хотя нет Я ни о чем не жалею Но Ермакова на чистую воду Я выведу все равно Чай или кофе? Кофе Кстати, я же твоя должница В смысле? Ну это же ты нашла мне работу Ой, тоже мне нашла Увидела в интернете объявление Ох, партизанка, партизанка Знаю я все И про Виталика, и про друга его Алексея Злиться будешь Злиться будешь Радоваться Отлично На склад Отнесите, пожалуйста Хорошо, сделаю Да, и это тоже Я понял Здравствуйте Мила Добрый день, Алексей Михайлович Сегодняшняя? Нет, сегодняшней почты еще не было Это я в старых коробках нашла Еще не успела разобрать Это бы нам помогло заработать Полгода назад А теперь только выбросить Попросите Катю зайти ко мне Хорошо Алексей Михайлович А можно мне сегодня пораньше уйти? Я... Конечно День рождения Маши Это святое Спасибо Хорошо Да Мила Я рад, что у тебя хорошее настроение А чего ей грустить? От гнета Ермакова избавилась Почувствовала вкус к жизни Кстати, когда мы выведем его на чистую воду Нам нужен будет новый руководитель Возьмешься? Нет, ты что? Паша меня в жизни в начальники не пустит Да? Слушай, ты вот, ты скажи мне Ты серьезно думаешь, что нам удастся победить Ермакова? Зуб даю Как зовут твоего нового начальника? Алексей? Алексей Михайлович Так Алексей или Алексей Михайлович? Паша, если милаша захочет, он будет даже Алешей Да? Кстати, Паша, а ты с бывшей женой Виталия знаком? Нет Мы с ним после института потерялись на какое-то время А когда встретились, он уже был разведен и с ребенком Ясно А он что-то про нее рассказывал? Нет Он не любит говорить на эту тему А я не спрашиваю Понятно С днем рождения, Маша! Спасибо огромное! Ты такая красивая! Проходи, пожалуйста Спасибо Там все гости Машенька, ну-ка идем гостей встречать Пошли, пошли, пошли Машенька! Маша Маша Извините Маша, подожди Маша Маша Папа, пусти, мне больно Что ты себе позволяешь? Хочешь себе праздник испортить и другим? Это не я, папа Это ты всем все портишь Ты следишь за каждым моим шагом А если у тебя не получается, ты поцелаешь шпионов, да? Ты как с отцом разговариваешь? Папа, как же ты меня достал? Что? Ну-ка, немедленно вернись Ну, упертая, извините Ну, просто сил нет, понимаете? Да нет, это мы с вами были неправы с этим салоном Надо извиниться перед ней Я пойду поговорю с ней Попробуйте А что вы стоите? Все хорошо Идем к гостям Да-да, сейчас идем Ну что, хорошо они смотрятся вдвоем Хорошо-то хорошо, только знаешь, иногда этого мало Да Ну ладно, пойдем Маш, ты прости нас с папой Эта идея с салоном была не очень удачная Зато у меня теперь тоже будет красивый рисунок на руке А мне все девчонки в классе завидуют Ну, почему все взрослые такие странные? Неужели они не помнят, что им тоже когда-то было 13 Иногда обстоятельства вынуждают их забыть Твоему папе очень тяжело Он так старается Знаешь, когда мне было 13 От нас папа ушел Мама потом заболела Сестренки были совсем крошечные Так что Забота о них легла на меня У меня детство очень быстро закончилось Так что я тебе завидую Я часто представляю, как приезжает мама Как я ей все рассказываю, показываю Показываю свои вещи, платья, книги Как вы думаете, она может когда-нибудь приехать? Я не знаю Но если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь или совет Звони в любое время, договорились? Спасибо Только вы, пожалуйста, папе не говорите, о чем мы тут разговаривали, ладно? Ему это не понравится Хорошо Ну, выше нос У кого-то день рождения Да и вообще в последнее время от рук отбилось И грубит, и капризничает Ну, как подменили, дей бог Да, Аля, ну не волнуйся, Мила сможет с ней договориться У нее такие две сестры Можешь себе представить, какой у нее опыт? Ну, вот Папа Маша Пап, спасибо за праздник Спасибо, Мила Это змиище Наебетничал на меня шефу Спасибо А преподнесла все как? Я чуть ли не всю компанию разорила Успокойся А как я ее встретила? Девочки Ну, я же ее помогала Я же ее поддерживала Привет Привет, что случилось? Привет Тебя еще совести спрашивать хватает В смысле? Не бери в голову Что произошло-то? Девочки, разбирайтесь сами Доброе утро Доброе утро, Алексей Михайлович Здравствуйте Доброе утро Это что-то значит или просто красиво? А ваш внешний вид сегодня это что-то значит или просто красиво? Ну, пытаюсь меняться вместе с окружающим меня миром Лучше бы вы мотоцикл на машину сменили Но это было бы уже слишком Так все-таки, что это значит? Это временный рисунок Хной Нужно было поддержать Машу в ее маленьком бунте против отца Ну да, Машуля нелегко живется Мне иногда кажется, что Виталик просто задушит ее своей любовью Это точно Кстати, с завтрашнего дня вы работаете в нашем пиар-отделе Вы мне нужны там А Катя? Катя вернется сюда, на свое прежнее место Только очень прошу проследить вас, чтобы установленный вами порядок не менялся Хорошо Людмила Да? Поужинаем сегодня Легко Только... Только... Что только? Я хотела сказать, только без мотоцикла А ваша только? Моя только без машины И вот вы знаете, до сих пор, как бы грустно ни было, приезжаешь к маме домой, а она тебе как в детстве вареников С вишней Вы мысли мои читаете? Просто у нас действительно очень много общего Ну, музыка Ну, джаз Джаз Да А что еще? Что? Ну, любимое время года Осень? Нет Нет Да Мы работаем в одной компании А, ну, тогда можно сказать, что мы оба знаем Машу и Виталия Вариант? Шварценеггер или Брюс Ли? Ван Дамм! Да ладно Ага О да Венеция В моем сердце В моем сердце В моем сердце И в моем Добрый вечер Добрый А как картина ваша называется? Венеция в моем сердце Хорошая картина Что происходит? Не, не Я тут ни при чем Я все видела Восемь лет в Венеции я не был Всякий раз, когда вокзал минуешь И на пристань выйдешь, удивляет Тишина в Венеции Пьянеешь От морского воздуха каналов Прекрасный вечер Только странный Почему? Ну, весь вечер вместе Еще никаких невероятных событий не было Да, действительно Патологически нормальный вечер Вот, теперь все в порядке Я спокоен Традиции соблюдены Традиции соблюдены Традиции соблюдены Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, хорошего дня Привет Привет Я скучал Я тоже Все время думаю о тебе И я тоже Мне нужно уезжать по делам На весь день А у меня очень много работы Угу Встретимся вечером Конечно В нашем кафе Оно уже наше? Конечно Часов в семь Лена, привет Это Катя Между прочим Твой Леша Сегодня вечером Собрался на свидание Кать Не выдумывай Какое свидание? Ничего я не выдумываю Они только что Договаривались Прямо над моим ухом Кто договаривался? С кем? О чем? Договорю уже О свидании У нас в офисе Появилась новая сотрудница Людмила Крылова Оказалась карьеристка Несчастная Я к ней со всей душой А она Катя Ты можешь внятно Донести информацию Без лирики Да говорю же Твой бывший муж Сегодня вечером Собрался в какое-то кафе На свидание С нашей новой сотрудницей Так устроят? Вполне Только я тебя уверяю Сегодняшний вечер Он проведет днев кафе Привет, Вовчик Привет, Милаша Привет Ты прости, что здесь Мою лабораторию атаковали Аспиранты Ничего Может быть, пойдем кофеку попьем где-нибудь Ты знаешь, я с работы Буквально на несколько минут вырвалась Я слышал, ты ушла от Ермакова Да, мерзкий тип Ну, со связями Кстати, очень многие вздохнули С облегчением Когда он ушел от нас А ты у кого работаешь? Ты знаешь, я вообще ушла из химии И ни секунды об этом не жалею Но Ермакова это не спасет Даже наоборот, Вовчик Слушай, мне очень нужна помощь друга Ну, ты ведь знаешь Всегда Скажи мне, пожалуйста А почему Ермаков ушел из вашего института? Ну, я слышал краем уха кое-какие сплетни В общем Есть такой аспирант Брагинский, Лев И вот Он бросает все свои наработки И куда-то уезжает А Ермаков Вскоре Защищает докторскую диссертацию И уходит к вам Ну, я имел ввиду Я поняла То есть, ты хочешь сказать Что он нагло присвоил его наработки? Я не знаю, что и как Но дело в том, что Брагинский Считался самым перспективным И молодым специалистом института А, и все-таки столько патентов Международных сертификатов Слушай, а ты можешь узнать, где он сейчас? А у меня есть выход Попробуй Спасибо Здравствуйте, милая Здрасте Какими судьбами? Да вот, завозил договор вашим юристам Мы с Лешей затеяли серьезное дело Хотя, если честно, вас хотел повидать Вы знаете, у меня времени свободного совсем нет Работы не в проворот Понимаю Может быть, поужинаем вечером? А? У меня в ресторане появился отличный мастер суши Вы любите суши? Очень люблю Только сегодня никак не могу Важная встреча А в другой раз? А в другой раз, да, конечно Я пойду, ладно? Мила Маше большой привет передавайте Да, спасибо за Машу Алло Да Шеф еще не появлялся? Насколько я знаю, его сегодня уже не будет Выходишь из машины Обходишь здание Кать, там стаканчики заканчиваются Ты видела? Это грозит революцией Будет сделано, товарищ начальник Че она ко мне постоянно придирается? Я, конечно, не врач Но, по-моему, у тебя начальная стадия паранойи Алло, Виталий Сергеевич Я документы вам забросила Вы видели? Алло Да, Ириш, привет Да, была Тебе, кстати, огромный привет Слушай, ну зацепки есть Пирожки твоей мамы очень люблю, но прийти не могу Свидание Возможно Ну и что, что начальство? Незнакомца моего ты не трогай, это святое Возьмите Спасибо Ничего Да Что с ней? Какая больница? Я сейчас приеду Добрый день Здравствуйте Желаете что-то заказать? Я подожду человека, и мы вместе закажем Здравствуйте О, да, слушай Открасился, да? Да Очень, очень 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 Спасибо Спасибо ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нам удалось купировать язвенное кровотечение, поэтому операция не понадобится. Состояние сейчас стабильное, но ваша жена пока еще очень слаба. Чем вызвано кровотечение? Вы знаете, мне трудно дать четкий ответ. Как говорят бабушки у подъезда, все от нервов, в этом они правы. Нервы? То есть это могло быть вызвано эмоциональным состоянием? Возможно. В последнее время она попадала в стрессовые ситуации? Я не знаю, она очень импульсивна. Нам всем нужно максимально уделять внимание нашим близким. Насколько я могу судить, у вашей жены очень подвижная психика. И поэтому вы просто обязаны максимально оградить ее от любых отрицательных эмоций. Я понял. Постараюсь. Ваш супруг пообещал мне позаботиться о вас. Но без вашего желания выздороветь у нас ничего не получится. Так что, пожалуйста, помогите нам. Прости, что тебя побеспокоили. Все хорошо. Когда мне спросили, кому из близких можно позвонить, я вспомнила только о тебе. Правильно сделала, что вспомнила. Неправильно. Лучше бы я умерла. Лен, ну что за глупости ты говоришь? Это не глупость, Леш. Я никому не нужна. Все хорошо. Доктор сказал, худшее уже позади. Лешек, ты же не оставишь меня здесь? Нет, конечно. Сегодня попуду с тобой. Завтра, если тебя выпишут, заберу к себе. После работы. Спасибо. Ну что, все пирожки съели? Ну и на здоровье. Нет, не состоялось. Не знаю. На звонок не отвечает. Да, дура, потому что все-таки нельзя поддаваться эмоциям. Что? Закрыто. Я телефон вчера у вас оставил. А! Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, слушаю. Доброе утро, Мил. Прости меня, пожалуйста. Просто дурдом какой-то. А что случилось? С тобой все в порядке? Да, родственник в больницу попал в критическом состоянии. Я там тоже всю ночь пробыл. Ох, я понимаю, родственники это святое. И позвонить не было никакой возможности. Не сердись, пожалуйста, хорошо? Да нет, что-то я не сержусь. Все в порядке. Увидимся на работе. Пока. Пойдите. Вызывали, Евгений Сергеевич? Я принес вам новые результаты. А кому они нужны? Не понимаю, Евгений Сергеевич. Я прочитал вашу главу к диссертации, Вадик. Это полная ахинея. Я уже не говорю про бессовестно подтянутые под нужные результаты исходные данные, но вы могли бы хотя бы писать. Без грамматических ошибок. Извините, не вычитал. Торопился. Знаете, я вообще не вижу никакого смысла в вашей деятельности. У меня дикое и непреодолимое желание отправить вас вслед за небезызвестной Крыловой. Не стоит так горячиться, Евгений Сергеевич. И, кстати, о Крыловой. Вы знали, что она недавно посещала институт фармакологии и интересовалась вашим сотрудничеством с неким Львом Брагинским? Я не в курсе вашей научной деятельности там. Но одно скажу точно. От Крыловой ничего хорошего ждать не стоит. Откуда у вас эта информация? От хороших и полезных людей. Ладно. Я посмотрю ваши спектрограммы, Вадим. Подумаю, чем можно их проиллюстрировать. Идите. Спасибо, Евгений Сергеевич. Я рад, что вы наш руководитель. Всем доброе утро. Доброе утро. Шеф задерживается, так что летучкой переносится на три часа. А в чем дело? У меня договор горит. Олег, у тебя постоянно что-то горит. А у шефа жена в больницу попалась. Сейчас ты на нее, потом у него встреча. Подожди, какая жена? Они разошлись два года назад. Ну, разошлись, сошлись. Так бывает. А что случилось? Что-то серьезное? Язва кажется. Ну, я уверена, что Алексей Михайлович своей любовью и вниманием быстро поставит ее на ноги. Так, давайте работать. Ой, а почему Мила так расстроилась? Из-за того, что летучку перенесли? Угу. Да, Вовчик, привет. Нашел? Здорово. Записываю. Так. Детская инфекционная. Третье отделение. Работает по... По нечетным? А... А телефон есть? Вовчик, ты просто бесценен. Ну, конечно, увидимся. И Иришку с собой возьмем. Обнимаю. Акт готов? Да, вот этот. Угу. Спасибо. Не за что. Алло, Ириш. Вовка Юрченко нашел Брагинского. Завтра к нему поеду. Я не знаю, что нужно было сделать с подающим колоссальной надеждой ученым, без пяти минут доктором наук, чтобы он взял и ушел в лаборанты. Но если к этому причастен Ермаков, я не дам ему спокойно жить и работать. Хорошо, хорошо, мы не дадим. Приятного аппетита. Спасибо. Виталя. Угу. Одолжи мне машину на сегодня. Лену надо из больницы забрать. Кого? Лену? Старик, ты, конечно, извини, но... Что тебя опять с ней связывает? Она часть моей жизни. Хорошая, плохая, это уже другой вопрос. Но я просто не могу не помочь. Хорошо. Подожди, а как же твоя незнакомка? С запахом ванили. Ее не будешь больше искать? Не знаю. Мне иногда кажется, что это было какое-то... романтическое наваждение. Которое очень круто изменило мою жизнь. Эх, грядут большие перемены. И Лена тут ни при чем. Старик, ты знаешь, моя жизнь тоже скоро круто изменится. Ну, ты что? И кто эта мужественная женщина? Люда Крылова. Кто? Ну, милая. Которую ты взял на работу по моей просьбе. Милая? Ты знаешь, она удивительная. Умная, рассудительная, чуткая, нежная. А главное, с Машкой ладит, а это непросто, ты знаешь. Да я и не знал, что могу влюбиться. Я думал, на всю жизнь получил прививку от этого безумия. И тут вдруг... Виталь, прости, я рад за вас. Мне пора. Я тебя провожу. Можно, Макс? Вот это ко мне в кабинет отнесите. Да, конечно. Держи. И помни мою доброту. Спасибо. Ну, давай купим, ну, пожалуйста. Ну, ладно, сейчас. О, привет. Привет. Рад спрошить. Привет. Привет, Италька. А позвольте вас познакомить, кстати. Вот. Это Паша. Очень приятно. Ваимно. Это Ирочка. Очень приятно. Мои друзья. А это Леша. Тоже мой друг и шеф. Милая. Ой, слушайте, мы же вам очень благодарны. Вы даже себе не представляете как. Я прошу прощения, мне надо идти. Еще раз рад знакомству. Взаимно. Так, вы идите располагайтесь, я еще подойду. Хорошо. Леша! Слушай, тебе не показалось, что тут Леша какой-то немного странный? Я запрещаю тебе пользоваться этими ванильными афродизиаками, женщины. Что такое? Ну, правда. Если мужики так реагируют на милашин аромат, надо что-то с этим делать. Слушай, при чем здесь милаша? Может, и меня так реагируют. Так. Так, что стоим? Что стоим? Пошли, пошли, пошли. Да. Да, Маша, спасибо. Я с удовольствием к вам присоединюсь. До встречи. Привет. Добрый день, Алексей Михайлович. Как ваш родственник? Спасибо, уже лучше. Мы снова на «вы». Добрый день. Варианты логотипов у вас на столе. Выберите, пожалуйста, понравившийся. Я тут... Меня ждут в отделе, извините. Давай. Екатерина. Да? Сделай мне, пожалуйста, кофе. Хорошо. Спасибо. Лен, привет. Ну, как ты? Завтра отпустят, и не рано. Да, понятно. А у нас все хорошо. А у них все плохо. Ой, я не могу. Рассадитесь. Осторожней. Осторожно. А вы что, грустная такая, Мила? Что-то случилось? Да нет, просто устала. Сейчас воздухом подышу и приду в себя. Ага. Смотрите. Это, Маша. Здорово. Ты бы лучше по химии так успевала, а то я только на репетиторов и работаю. Пап, вечно ты все испортишь. А что с химией? Какие проблемы? Да никаких проблем. Тоска там смертная. И, ну, я не понимаю там ничего. Что значит тоска, Маша? Да, папа, тоска. И никакие репетиторы тут не помогут. А хочешь, я с тобой позанимаюсь? А вы можете? Мила. Ну, будем надеяться, я не просто так химический факультет окончила. Да и по педагогике у меня отлично было. Здорово. Спасибо бы сказала. Спасибо. Спасибо. Она без матери рожла, понимаете? А вы... Компенсируй это. Ты сделал ремонт? Да. Что бы ничего не напоминало обо мне. Лен, что было, то было. Давай больше не будем возвращаться к этому. Лёш, неужели ты никогда так и не сможешь меня простить? Присаживайся. Тебе пора таблетку пить. Ты удивительный. Мне нужно было оказаться на пороге между жизнью и смертью, чтобы понять, что ты лучший. Может, не надо было тебя театрально бросать? Слегка переигрываешь. А тебе обязательно меня уколоть? Зачем? Разве недостаточно того, что у меня и так все внутри болит? Ладно, прости, я был неправ. Зря я это сказал. А помнишь, как мы любили сидеть вместе по вечерам, ты клал мне голову на колени? Удивительно. Я до сих пор помню твой запах. Так, я приготовлю тебе кашу. У тебя режим. Я обещал врачу. Располагайся пока. Давай, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Людмила? Лев? Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада с вами познакомиться. Я вас слушаю. Это я хотела бы вас послушать о том, что произошло между вами и Ермаковым. Ничего. Ничего? То есть вы просто так забросили практически готовую докторскую диссертацию и подались в лаборанты? Это уже не имеет никакого значения. Да еще как имеет. Эта пиявка Ермаков, я уверена, испортит судьбу еще ни одному талантливому ученому. Неужели вам не хочется вывезти его на чистую воду? Нет. Почему-то я вам не верю. Работать в детской больнице, это, конечно, прекрасно. Только у вас могло быть совсем другое будущее, вы об этом знаете. Вам лично он чем не угодил? Он присвоил себе мою работу. Отобрал у меня мою Венецию. Из-за него я ушла из института биорганики, а сейчас он хочет испортить жизнь моей лучшей подруги. Но если вам все равно, этот разговор не имеет никакого смысла. Так что извините, что отняла у вас время. До свидания. Ермаков, мразь. Он шантажировал меня. Вся его диссертация практически полностью списана с моей. Так почему же вы поддались на его шантаж? У меня мама тяжело болела. Онкология четвертая стадия. У нее были страшные боли. Препараты, которые нам выдавали, не действовали на нее. Может, подделку подсовывали, я не знаю. Возможности не было проверить. Дай вам Бог никогда не знать, что такое видеть страдания близкого человека и не иметь возможности ему помочь. И тогда я решил синтезировать в своей лаборатории специфическое обезболивающее. А Ермаков каким-то образом пронюхал об этом. Я перегрозила вам полиции. И тогда вы заключили сделку, он молчит, а вы все свои наработки передаете ему, так? Практически да, но с некоторыми нюансами. Мама вскоре умерла, но я смог облегчить ей страдания. Послушайте, я очень хорошо вас понимаю и соболезную вам, но мы не можем просто так это оставить. Хотите отомстить? Да при чем здесь месть? Я просто хочу восстановить справедливость. Но без вас у меня очень мало шансов. Я прошу вас, пожалуйста, помогите мне. Справедливость. Хорошо. Я соберу вам необходимые бумаги, чтобы доказать, что Ермаков жалкий плагиатор. Но для этого мне потребуется некоторое время. Ну, конечно, конечно. Я вам обещаю, все изменится. Все будет хорошо. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. Будьте здоровы. Да, все записала. Спасибо. Да, до свидания. Привет. Привет. А твой занят. Разговаривает с потенциальными клиентами. Вот-вот приберем к рукам еще и фармацевтику. Я просто так зашла. Проходила. Мимо. Мне врач сказал гулять побольше, пока тепло. Ну, это хорошо. Доброе утро. Доброе. Мила, а можно тебя на минуточку? Познакомься. Это Лена, жена Алексея Михайловича. Лена, познакомься, это Мила, наша новая сотрудница и надежда компании. Очень приятно. Извините, пожалуйста, меня ждут. Ну, она, конечно, очень даже ничего. Но шансов у нее никаких. Ага. Интриганка несчастная. Ты просто ее не знаешь. Я ее встретила как родную. Все ей показывала, рассказывала, помогала. Знаешь, как она меня подставила? Ты можешь узнать о ней побольше. Зачем тебе? Врага надо знать в лицо. Для чего? Чтобы победить, Катюша. Чтобы победить. Ладно. Я схожу в отдел кадров, посмотрю ее бумаги. Жди меня в нашем кафе внизу. Вот и я. Ну, что? Ничего. Что, совсем ничего? Биография скучная и бесполезная для тебя. Но где-то же она работала до этого. В каком-то НИИ. Что-то органическое. Сейчас. Пожалуйста. Пожалуйста. А вот. Институт биоорганической химии. Руководитель отдела Евгений Сергеевич Чербаков. Он же руководитель диссертации. Ну, и ты хочешь сказать, что она ушла из научного института к вам девочкой на побегушках? Она уже далеко не девочка на побегушках. Карьеристка несчастная. Я так давно ждала переводы в пиар-отдел. А она сподличала и готова. А я опять. Принеси, подай. Ну, что ты ноешь? Ну, хочешь отомстить, отомсти. Хочу. А как? Как? Не знаю. Но она тебя подставила с письмами. И ты придумай что-нибудь такое. А что? Мысль хорошая. Ой. Все, я не могу. Пора. Алло, девушка. Здравствуйте. Я представляю Айчар-компанию. Вот скажите, пожалуйста, как я могу связаться с профессором Ермаковым? Спасибо, жду. Ира. Что? Ну, в чем дело? Не в чем? Ну, я не первый год тебя знаю. Сидишься такая таинственная. Второй час мурлыч, ничего не говоришь. А сказать что-то хочешь. Ладно. Пойду и вина принесу. Ой, я сок буду. Ты испортила всю интригу. Прости. Ты беременна. Малыш мой, как я рада за тебя. Смотри, три недели. Ты первая узнала. Катя, отправь это письмо с курьером, пожалуйста. Это очень важно и очень срочно. Хорошо, сделаем. Не обижаешься на меня больше? А, а обиженных в воду возят. Хорошо. Но могу еще раз повторить, я не знала, что это за письма. Я просто не успела их разобрать, а Алексей меня опередил. Да ладно, проехали. Как же не успела. Так и тебе и поверила. Я так и не понял, чего вы от меня хотите? Я хотела бы узнать подробности о работе Крыловой под вашим руководством. Зачем? Чтобы знать, как с ней бороться. Она недавно работает в нашем офисе, но уже успела зарекомендовать себя, как не очень хороший сотрудник. Любого сотрудника можно уволить. Либо заставить уволиться. Существует тысячи способов. Да, конечно. Но ей симпатизирует наш шеф. Не хотелось бы дожидаться, пока у него откроются глаза. Ну что ж. Характер у нее скверный. Препятствия она не видит. Будет идти напролом, пока не добьется своего. Вот-вот. Буду с вами откровенной. Она метит на мое место. Понимаю. Мою научную работу она тоже пыталась украсть. Да вы что? Это как-то можно доказать? Как? Это ж не вагон леса. Жаль. Так, может быть, давайте вместе попробуем побороться с этой выскочкой. Милая моя, я ни с кем не собираюсь бороться. У нас разные весовые категории. Вот, посмотри. Вот. Вот это классное. Мне вот это больше нравится. Помнишь? Лариса. Да? Я сегодня утвердил презентацию для Наутилуса. Ты отправила ее? Да, конечно, еще утром. Как могло выйти так, что они ее не получили? Мила отправляла. То есть, наверное, передала Кате. Хорошо, пойдем к Кате. Катя, ты отправляла сегодня презентацию в Наутилус? Конечно, я все отправила. Тема доставил. Хорошо. Что случилось? В Наутилусе не получили презентацию, которую я утвердил утром. Решили, что мы отказываемся от сотрудничества и подписали контракт с нашими конкурентами. Так что поздравляю, мы лишились хорошей прибыли. Секундочку. Сегодня в Наутилус никаких пакетов я не доставлял. Как-то не доставляли. Я же хорошо помню, я печатала на конверте. Улица Лесная, фирма Наутилус. Может, и адрес перепутала? Ничего я не перепутала. Я хорошо помню то, что я печатала. Раньше отдела работала, как часы. Так, все, закончили разборки. Спасибо за отличную работу. Все лишаются премии. Алексей Михайлович, если вы считаете, что виновата я, значит, и премию нужно лишить только меня. Ты даже не представляешь, сколько сил и времени ушло на переговоры с ними из-за одного неправильно написанного адреса. Я все написала правильно, я в этом уверена. Сейчас уже ничего не докажешь, так что можете вычитать из моей зарплаты хоть до самой пенсии, чтобы покрыть убытки. Остальных не трогайте. Хорошо, пусть будет так. Премии лишаетесь только вы. Собирайтесь. Мы опаздываем на встречу с фармацевтами. Будет шанс реабилитироваться. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Вы что, знакомы? Она с Катюшей познакомила. Почему не предупредила, что приедешь? Я тебе сейчас не могу времени уделить. У нас важная встреча. А это не страшно, Лешенька. Я просто прогуливалась. Зайду с Катюшей и пообщаюсь. Как тебя чувствуешь? Спасибо, уже лучше. Утром было совсем нехорошо, а сейчас уже лучше. Может, тогда вообще не надо было из дома выходить? Лешенька, а где ты оставила овсянку? Я что-то не могу ее найти. Как обычно, в пищевом термосе. Все, надо ехать. Удачи. Поехали. Я не знала, что твоя жена больна. Язва. Лечится долго и нудно. А Лена, у нее очень подвижная психика, так что нужен покой и строгая диета. Ну, тогда овсянка в этом случае, ты как раз то, что нужно. И вообще, надежный человек в трудную минуту рядом, это очень важно. Ну, да Виталия мне далеко. Он самый надежный из всех, кого я знаю. Да, ты прав. Виталий очень достойный. Рад, что мы остались друзьями. Я тоже. Все, доченька, беги на урок. Вечером тебя заберет водитель. А ты? Доченька, я сегодня занят. Папа, можно я сама домой приеду? Ну, маршрутки? Да. Нет. Ну, чего вдруг? Дочка, нет, приедет водитель, заберет тебя, не спорь со мной. Пап, ну почему? Я же кроме дома, школы и машины ничего не вижу. Почему? Ты же на Моцку приехала? Машка. Маш, ну, хочешь, сама выберешь, куда мы на каникулах поедем отдыхать. А Мила с нами может поехать? Давай попробуем ее уговорить. Ладно, попробуем. Она же сегодня к нам приезжает заниматься. Ну, точно. Пока. Пока. Люблю тебя. Лена! Лена! Ты дома? Лена! Лена! Что с тобой? Лен! Потерпи, я сейчас скорую вызову. Нет. Не надо, не надо, Люсь. Как не надо? Мне уже легче. Так, осторожно. Давай. А то я их знаю. Они мне сразу в больнице положат. А я там умру. Аккуратно. Ты таблетки пила? Да. Я не понимаю. Ты лекарства пьешь, режим соблюдаешь. В чем дело? Это нервы, Лешечка. Что тут непонятного? Я постоянно нахожусь в состоянии стресса. Я боюсь тебя потерять. Ты со мной не бываешь. Избегаешь меня. Я для тебя чужая. Лен, ну что ты говоришь такое? Я не избегаю тебя. У меня много работы, так всегда было. И ты мне не чужой человек. Правда? Правда. Тогда давай поженимся. Это невозможно. Почему? Потому что ты таскаешься с этой дурой Милой, да? Лен, не надо так. Я же вижу, как ты на нее смотришь. У тебя же слюни текут. Снелишься перед ней. Костюмчики новые покупаешь, да? Я вижу, тебе уже гораздо лучше. Да проваливай. Можешь вообще ко мне не заходить. Прости меня, пожалуйста. Ну, прости. Я не хотела. Это, это просто болезнь. Честно. Все нормально. Если хочешь, пусть все остается, как есть. Пусть все так и остается. Только, только не прогони, пожалуйста. Тебя никто не прогоняет. Все хорошо. Уздоравливай. Правда? Правда. Ты тогда поклянись мне, что это новенькое с работы, тебе безразлично. Лен, я очень тебя прошу, хватит на сегодня спектаклей. Уже поздно, надо спать. Поклянись. Не буду я ни в чем клясться. Все, закончили на этом. Не поклялся. Не поклялся. Видишь? Получается, здесь два. Ну да, все понятно. А видишь, вместо откуса потемнело? Ну да, оно обветрилось. Ну, можно и так сказать. Но вот что именно произошло во время этого обветривания? Не знаю. Смотри. В яблоке содержится железо, так? Угу. А в воздухе кислород. Когда они соединяются, происходит химическая реакция. В результате чего мы получаем оксид железа, который имеет вот такой рыжий цвет. То есть, получается, когда на гвозде появляется ржавчина, это тоже химическая реакция? Правильно. Видишь, какая ты молодец. А это ваша химия, очень интересная наука. Только вот когда моя учительница начинает рассказывать, мухи дохнут. Так, что у нас там дальше? Хлорид. Так. Кстати, а хочешь наш химический фольклор? Давайте. В хлориде хлор совсем один. Но сам себе он господин. И отрицательным зарядом делиться с братьями не надо. Ой. Не обращайте внимания. Я вам еще глюкозки принес. Папа, у нас тут этой глюкозы учебник положить некуда. Дочка, не спорь с папой. Это для мозгов. Кушайте. Спасибо. В хлориде хлор, господин. Надо же. У тебя очень внимательный и заботливый папа. Угу. Дышать нечем. Маш, ну что ты? Нужно уметь тенить хорошее. Вы думаете, я не умею? Прости. Мил, может, все-таки я вас отвезу? Сам вернусь на такси. Нет, спасибо. Я очень люблю ездить по ночному городу. Правда? А я? Нет. Хотел вас поблагодарить. Вы знаете, вы меня же простите, я немножко подслушал. По-моему, у вас педагогический талант. Спасибо. Я все сделаю, чтобы устроить вас на работу, заслуживающую вашего уровня. Да что вы? Зачем? Мне сейчас очень нравится то, чем я занимаюсь. У меня, можно сказать, начался какой-то новый, замечательный период жизни. Правда? И у меня. Может быть, у меня не все получается, но я учусь. Да, конечно. Выходи за меня. Что? Я совершенно потерял голову. Ты даже не представляешь, что ты для меня значишь. Виталий, это… Я понимаю, нужно время подумать. Обещай мне, что ты подумаешь. Хорошо. Да, я подумаю. Хорошо. Я поеду, ладно? Да. Конечно, конечно. Я буду ждать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Алексей Михайлович. Ларис, ты научишься когда-нибудь стучать, прежде чем врываться в кабинет? Ну, у вас дверь была открыта. Ну, это аргумент. Что? Скажите, вы выбрали макет нашего логотипа? Выбрал. Точно. Что точно? Ну, Мила сказала, что вам понравится именно этот. С чего бы это? Говорит, что у вас вкусы сходятся. Это все? Да. Ну, так иди работай. Хорошо. Дверь закрой, пожалуйста. Войдите. Добрый день, Евгений Сергеевич. Что-то не припомню, что бы я вас вызывал, Вадим. Нет, не вызывали. Но у меня есть кое-какая информация, которую я счел нужным поделиться с вами. Ну, так делитесь. Вы помните, я вам говорил о визите Крыловой в НИИ фармакологии? Что-то не припомню. Может, тогда вы помните о том, что она интересовалась неким Львом Брагинским? Да. Действительно было. Так что? Так вот. Лев Брагинский появился в нашем институте. Ну, так и что? У нас свободная страна. Каждый ходит туда, куда хочет. Это все? Пока, да. Ну, спасибо, Вадим. Будет еще информация. Делитесь. Привет, Машуль. Ну, в принципе, могу, конечно. Хорошо. Попробую завтра отпроситься пораньше. Договорились. Пока. Ну, привет, будущая мамочка. Эй, ты что, я доверила лучшей подруге, самая сокровенная? Она по секрету всему свету? Я в отделе абсолютно одна. Ты Паше уже рассказала? Нет, пока. Слушай, сейчас не об этом. Тут заходил Ермаков и, как бы невзначай, но очень подробно о тебе расспрашивала. Я, конечно, ему сказала, что у тебя все супер, но мне это не нравится. От него всего можно ожидать. Ты что? Это очень хороший знак. Да? И что же это означает? Это означает, что прекрасный ученый Лев Брагинский уже вступил в бой. Милаш, я тебя прошу, только будь осторожна, ладно? Не переживай, победа обязательно будет за нами. Целую. Здравствуй. Добрый день. Что случилось? По телефону у вас был такой голос, будто бы Крылова вернулась к вам в институт с директором. Мне некогда шутить. Вы предлагали бороться против них. Я готов. А что так? Вы же говорили, что она не ваша весовая категория. Ситуация изменилась. Эта стерва хочет дискредитировать мое имя в научных кругах. У вас есть конкретный план? Но я об этом пока не думала. Дайте мне пару дней. И план будет. Вы не переживайте. Дмитрий Львович очень хороший специалист. Я у него уже третьего рожать буду. Спасибо. Успокоили меня. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. А вы какими судьбами тут? По работе. Налаживаем связи в мире фармакологии. Ага. Удачи. До свидания. Ирина, а вы любите праздники? Маскарады, карнавалы всякие? Ну, конечно, люблю. А на городском карнавале тоже были? Да. Там весь город был. А что? Ничего. Просто думаю, стоит ли в следующем году нашей фирме в таком празднике участвовать? Наверное, стоит. Вы извините, я отороплюсь. Привет. Привет. Цветы, это тебе. Спасибо. Я на минутку. Ага. А это у тебя что? Да вот, ездил за продуктами. Подумал, тебе тоже нужно. Спасибо, конечно, но я… Где у тебя ваза? Вот она. Отлично. А фильтра для воды нет. Нужно поставить. И сантехнику нужно сменить. Не нужно ничего менять. Не спорь. Хорошо, я не буду спорить. Я просто устала уже. Устала? Нужно работу сменить. Оп. Все. У меня есть отличное место. Виталий, остановись уже. Пожалуйста. Скажи, ты подумала над моим предложением? Давай не сегодня, ладно? Ладно. Не сегодня. Давай. Фух. Ну, я за Машкой. Кстати, она говорила, что ее завтра обещала забрать. Да, да. Заберу. Не провожай меня. Да, Лен. Хорошо. Куплю. Я заеду в аптеку, Пирон. Скоро буду. Ну, давай. Ну, ты даешь. Ты полмагазина, что ли, скупила? Почти. Так же вроде не положено. Ничего. У тебя полежит, как будто не мое. Посмотри. Кого ты пытаешься обмануть, а? Хотя, если честно, я за тебя очень рада. Даже завидую тебе. Вот завидовать мне не надо. Просто выходи замуж за Виталика. Рожай девочку. И будут наши девочки вместе гулять. Что, думаешь, не позовет? Да я видела, как ты ему нравишься. Уже позвал. И ты молчишь? Что ж ты за подруга такая? Когда свадьба? Я еще не согласилась. Почему? Господи, ты что ж не понимаешь, что он идеальный? Он же хозяйственный. Он порядочный. Ты ж за ним будешь, как за каменной стеной. За бетонный, Ир. С ним даже не скучно. С ним пресно как-то. Весь такой... Такой правильный. Весь принципиальный. Приехал сегодня, решил. Кто это тут такое говорит? Кто-то еще недавно считал, что все должно быть правильно и рационально, нет? А сейчас я так не считаю. Ага. Праздника какого-то хочется. Непредсказуемости. Непредсказуемости. Ну, он был у тебя твой незнакомец в Москве. Где он? Я знаю. Твой шеф. В смысле? Он очень непредсказуемый. Он задает странные вопросы. Он меня нюхает постоянно. Мне даже Пашка из-за этого твоей ванилью запретил пользоваться. Представляешь? К нему все равно жена бывшая вернулась. А вот Виталик никуда не исчезает. И жены у него никакой нет. Девочки, давайте мы пойдем сегодня в кафешку. О, я знаю. Отличное место. Баба, круто. Я не знаю, получится ли у меня. Ладно, девочки, всем пока. Пока. Привет. Здравствуйте. Как ты? Супер. Я лучше всех в классе написала контрольную. По химии? Да. Это надо отметить. Как? Садись в машину. Сейчас что-нибудь придумаем. Оставьте сообщение. На следующий момент вызываемый абонент недоступен. Ваш вызов переадресован. Ну, что ж такое? А, привет, Леша. Привет, Виталь. А, слушай, Мила не на работе? Нет, давно ушла. Отпросилась сегодня пораньше. А что? Да нет, ничего. Ладно, пока. Давай, пока. Ну, вот мы и пришли. Красивое место. Ты специально меня сюда вела? У нас в пятом классе здесь был урок природоведения. Мне это место напоминает... Что? Маму. Ты помнишь маму? Нет. Только ее светлое платье. И как мы гуляли по лесу, там было вот так же тихо. О лице совсем не помню. Ну, а фотографии у вас же должны быть. Нет. Скорее всего, папа все выбросил. Он называет ее, эта женщина. Ты сердишься на нее? Нет. Я не сержусь. Если она приедет, я ни слова ей плохого не скажу. Я ни в чем ее не упрекну, правда. Я буду любить ее. Только бы она приехала. Вы обязательно встретитесь, слышишь? Иначе и быть не может. Черт. Что случилось? Я папе забыла позвонить. Вот он мне сделает. Я... За что? Ну, он же знает, что мы с тобой вместе гуляем. И не поздно еще совсем. Скорее. Скорее, скорее. 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 Маша, подожди. Где вы были? Пап, мы гуляли... Что у вас с телефонами? Мы их отключили. Зачем? Виталий, послушай, мы были в кино. Очень хорошо, милая, я понял. Я потом с тобой поговорю. Вы были в кино. Прекрасно. Позвоните отцу. Ты могла додуматься, Маша? Ну, пап. Маша, иди к себе. Пап, пожалуйста. Иди к себе, я сказал! Я сказал! Я сказал! Обязательно кричать? Мила, я звонил вам сто раз. Вы были вне зоны доступа. Вот что я должен был думать, скажи мне, пожалуйста. Ну, хорошо, тут мы виноваты. Мы забыли их включить. Ах, вы забыли. А мозги вы не забыли включить? Ну, ладно, она глупая, потому что маленькая. Но ты же! Я не собираюсь продолжать этот разговор. Всего хорошего. Распишитесь, пожалуйста. Угу. Спасибо. Привет. Привет. Прости меня, милая. Пожалуйста. Я прошу тебя. Я понимаю, я круглый идиот. Ну, что поделать, я люблю свою дочь. Да это прекрасно. Но ты и шагу не даешь ей ступить без своего контроля. Конечно. Больше всего в жизни, я боюсь потерять ее. Знаешь, что будет дальше? Маша перестанет тебе доверять. Научится врать. И вот тогда ты ее действительно потеряешь. Что же мне делать? Я не знаю, но ты попробуй хотя бы поговорить с дочерью. Выработайте совместные правила жизни. Виталик. Здравствуйте, милая. Привет, дорогая мама. Здравствуйте. Как я рада тебя видеть. Привет. Как дела? Как Машка? Хорошо. Отлично выглядишь? Да? Спасибо. А то от Леши не дождешься комплиментов. Леша. А давай все вместе сходим в ресторан. Отметим нашу встречу. Отличная идея. Я как раз Лешу еле вытащила на обед. Лешенька, ты же разрешишь в Миле пойти с нами пообедать? На пару часов? Конечно. Вот и отлично. Это очень простая идея. Да какая? Я не понимаю, почему вообще... Лена, ну хватит. Я не понимаю, почему вообще никто до сих пор не додумался до этого. Да ты толком объясни мне, какая идея? Слушай, мы будем коннептить фармкомпании не с аптеками, а с больницами, учитывая их специфику. Понимаешь, насколько это перспективно? Не совсем. Но Мила потом мне все объяснит. В этом я не сомневаюсь. Просто поверь, это очень выгодно. Я заработаю кучу денег. За тебя, старик. На что же ее тратить эту кучу? Ну, мало ли. Можно для компании купить остров в Атлантике. Ну, тогда лучше в Индийском океане, там теплее. Хорошо договорились, в Индийском океане. Будем круглый год ходить в шортах, ловить рыбу и дружить с аборигенами. Ты их научишь делать выгодные инвестиции. А смысл? Если есть море и пальмы, зачем все остальное? Ну, а как же Венеция? Ну, Венеция. Венеция — это суперприз. Туда отправятся только самые-самые. Старик, а ты зал новый видел? Только в проекте. Так идем покажу. Пойдем. Мебель отлично вписалась. Идем, идем. Да, девушка, и вы с нами? А нам и здесь неплохо. Мы с Люсей пообщаемся о своем, о женском. Правда? Да. Да. Люся, это прекрасно, что вы сейчас с Виталием вместе. Ему давно пора забыть о прошлом. И честно признаться, вам очень повезло. Да, наверное. Нужно только научиться прощать обиды. Мы всякое с Лешей пережили. Но это помогло нам понять, насколько мы важны друг для друга. Вы извините, я вернусь сейчас. Да-да, конечно. Лена. Что, опять? У тебя таблетки есть? Хоть какие-то лекарства? Что такое? Что-то съела? Да нет, это болезнь. Вызвать скорую? Нет, нет. Лешенька, поехали домой, пожалуйста. Поехали. Хорошо, вас отрезут. Распорядитесь, пусть отрезут. Давай, стоим. Давай-давай-давай. Сумку захвати и пиджак. Аккуратно. Тихо, тихо. Что случилось? Виталий, что случилось? Лене стало плохо? – Я на минутку выйду, провожу. – Да-да, конечно. Мила. Мила, я хочу сказать, что давно не чувствовал себя таким счастливым. Спасибо за прекрасный вечер. У тебя замечательный ресторан, правда. Лиза. Спокойной ночи. А подожди, подожди. Ты и так не дала ответ мне на мое предложение. Я понимаю, со мной нелегко, но я для тебя все сделаю. – Виталий… – Нет, я не уйду. Пока ты не дашь ответ. – Ну, хорошо… – Хорошо это, да? Спокойной ночи. Я обещаю, ты об этом не пожалеешь. Спокойной ночи. Евгений Сергеевич, здравствуйте. У меня созрел план по борьбе с нашим общим врагом. Но для этого мне нужны деньги. Хорошо. О какой сумме идет речь? Пока точно не знаю. От десяти до пятнадцати тысяч. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, это приемлемо. Договорились. До связи. Алло, Гатя, привет. Помнишь, ты говорила мне про своего одноклассника, который недавно вышел из тюрьмы? Можешь скинуть мне координаты этого Макса? Тебе какая разница? А раз прошу, значит, надо. Спасибо. Пока. Мама! Мама! Мальчик! 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 Привет! Как дела? Лучше всех. У меня опять отлично по химии. Мила, спасибо вам огромное. За что? Ты теперь сама во всем можешь разобраться. Главное — понять суть. Ну, я сейчас не о химии. Папа ослабил свою хватку. В общем, он теперь отпускает меня на день рождения к однокласснице. Я очень рада. Ну что, на музыку? Угу. Маша, нет. Нет и нет. Об этом не может быть и речи. Все. Ну почему? Ты же мне вчера уже разрешил. Потому что вчера я не знал, что там не будет взрослых, а сегодня мне сообщил об этом верен папа. Ах! То есть ты специально позвонил ему, чтобы узнать, кто будет? Ой, Маша. Ты понимаешь, что обо мне скажут одноклассники? Да мне плевать, что скажут тринадцатилетние мальчики и девочки. Все. Ты меня достал. Что? Маша! Не груби отцу! Ох, Виталий, Виталий. Ну я же тебя предупреждала. Если ты продолжишь в том же духе, это может плохо закончиться. Тринадцать лет – это очень неспокойный возраст. Мне кажется, ты должен отпустить ее на праздник. Я подумаю. Я подумаю. Ну что с ней может случиться на дне рождения? Ну? Пожалуйста, пойди и скажи, что ты не против. Хорошо, я с ней поговорю. А у меня для тебя хорошая новость. Теперь ты будешь работать в журнале «Биоорганическая химия». Что это значит? Почему? Ну, это же твой профиль. Нет, почему? Я должна менять свою нынешнюю работу. Ну, я просто подумал и решил, что так будет лучше и график посвободнее. Никогда не нужно за меня что-то решать. Да? Можно? Конечно. Смотри, пожалуйста, эти тексты нужно сегодня утвердить. Хорошо. Мила! Мне жаль, что ты увольняешься. В смысле? В прямом. Мне действительно жаль. Ты чего ты взял, что я увольняюсь? Мне Виталий сообщил. Сказал, что вы женитесь и так решили. И когда он тебе это сказал? Вчера днем. Точное время как-то не зафиксировал. Алексей Михайлович, я никуда уходить не собираюсь. Кто бы вам что ни сказал. Нет. Ты чего? Я забираюсь. Почему не сказал? Мне место спасения. Они спят. Эти куши. Эти куши. Эти куши. Эти куши. Эти куши. Максим. Это вы предлагаете мне работу? Да. И у вас есть для меня непыльная работа за 10 кусков зелени? Ну, пыльная она окажется или нет, зависит от вас. Делать-то что? Нужно четко и доходчиво объяснить кое-что одному человеку. Насколько доходчивы должны быть объяснения? И что, в конце концов, он должен понять? Не он. Она. Хорошо. Я возьму за эту работу. Отлично. Обсудим детали? Девушка, постойте, пожалуйста. Мне кажется, или вы следите за Машей? Здравствуйте. 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 Он считал меня и Машу своей собственностью. Он меня просто задр в четырех стенах. А я была молодая, я хотела общаться с друзьями, видеться с людьми. Однажды я взяла Машку, и мы поехали к моей подружке в гости. На такси, на котором мы ехали, попала в аварию. Ничего страшного. Никто не пострадал, но Виталик превратился с того дня в какого-то тирана. Он мне не простил мой маленький бунт. И каждый день говорил мне, что я чуть не убила нашего ребенка. А как же все-таки так получилось, что вы бросили Машу? С того дня наша жизнь с Виталиком стала просто невыносимой. Я стала панически его бояться. Я просила дать мне развод. Но он поставил условие, что я смогу уйти, только если откажусь от Маши. И вы отказались. Я была девчонкой, а он меня просто растоптал. Он меня уничтожил. Я несколько лет шарахалась от всех мужчин. А потом встретила Диму. У нас дочь, ей пять лет. Но Машу я люблю по-прежнему. Я думаю, она будет рада узнать, что у нее есть сестра. Хотите поговорить с Машей? Я очень боюсь. Я поэтому и не решаюсь к ней подойти. Ну что я ей скажу? Как я ей объясню, где была все эти годы? Боюсь, она меня ненавидит. Поверьте, она вас очень любит. Получается, круглый. Это мой дом, один необычный интерес. Маша! Я сейчас. Ну ладно, мне пора. Пока. Извините, пожалуйста, я задержалась. Мы просто очень долго выбирали пьесу для новогоднего маскарада. Ничего. Маскарад того стоит. Маша, скажи, помнишь, мы говорили о твоей маме? Конечно, помню. Ты все еще хочешь ее увидеть? Да. Маша. Маша. Она здесь. Мама. Маша. Мамочка. Машенька. Спасибо. Я в машину подожду. Доченька. Я не могу поверить. Девочка моя. Папе я сказала, что мы были в зоологическом музее. Обманывать, конечно, нехорошо, но уж слишком много впечатлений для одного дня. Потом мы все расскажем и объясним. Помните, я вам говорила, что мне виделась в толпе мама? Помню, конечно. Так, может, это именно она и была? Может быть. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Леша, это ты? А что, ты еще кого-то ждешь? Лешенька, зайди, пожалуйста, ко мне. Зачем? Ну, пожалуйста. Что? Рад, что тебе уже лучше. Леша. Леша. Я считаю, ты абсолютно правильно поступила. Очень хорошо, что они встретились. Только как об этом Виталию сказать? Представляю, какой будет скандал. Ну, ничего. Скоро вы поженитесь. Скоро вы поженитесь. Никаких поженитесь. Ну, почему? Ты себе не представляешь, как я от него устала. Он меня просто замучил. Он говорит мне, как жить, что есть, где работать. Он собирается менять мою сантехнику. Так, так, так. Кого-то это мне очень сильно напоминает. Как же вы так долго меня терпели. Да просто мы тебя очень любим. А Виталика ты не любишь. В этом проблема. Привет. Привет. Маша, у тебя? Маша! Ее здесь нет. Привет. Черт. Маша пропала. На звонки не отвечает. У подруг ее нет. Я не знаю, что делать. Что опять произошло? А ничего не произошло. Ты ее привезла. Мы сидели, ужинали. Начали говорить об этой женщине. Ты имеешь в виду Светлану? Что? Ты откуда ты знаешь ее? Будем надеяться, что Маша у нее. Что значит Маша у нее? Что происходит? Алло. Светлана, добрый вечер. Скажите, а Маша не у вас? Что значит Маша не у вас? Что происходит? Я... Да. Плохо. Хорошо, хорошо. Мы, да, мы сейчас приедем, и вас там подберем. Поехали. Откуда ты ее знаешь? Ириш, ты тогда домой, ладно? Да, да, хорошо. Объясните мне кто-нибудь, что происходит? Поехали, я по дороге все объясню. Да уж, пожалуйста. Что ты ей сказала? Где моя дочь? Успокойся, пожалуйста. Мила, давайте подумаем, куда она могла пойти. Может, у нее есть какое-то любимое место в городе? Ну, конечно, конечно. Я знаю, где она может быть. Поехали. Только я сама к ней пойду. Лишь бы она там была. Ты чего не понимаю? Ты знаешь, что тебя все ищут? Мне все равно. А можно узнать, что случилось? Я не вернусь домой. Почему? Он мне врал. Он все время врал. Он говорил про маму всякие гадости. А она самая лучшая. Ну-ну-ну, малыш. Тише, 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 тише. Не плачь. Давай ты успокоишься, и мы поедем домой, ладно? Я же сказала, я не вернусь домой. А что ты будешь делать? Так и сидеть тут? Я хочу к маме. Пойдем-ка со мной. Куда? Пойдем, пойдем. Мамочка! Мамочка! Не трогай ее! Мамочка! Дочка, доченька! Отпусти меня! Что ж ты творишь? Я весь город на ноги поднял! Не ори на меня! Я тебя знать не хочу! Мамочка! Маша! Маленькая моя! Все, все, все. Все будет хорошо. Маша, слышишь? Маша, а поехали к нам. Я тебя с сестренкой познакомила. А? Угу. Если ты не против. Мамочка, мне все равно, против он или нет. Я тебя так ждала. Мамочка, забери меня отсюда, пожалуйста. Я больше так не могу. Прости меня, детка. Прости. Прости. Делайте, что хотите. Ну, пойдем. Пойдем. Все будет хорошо. Все, все. Все. Сейчас поедем. Не думаю, что нам по пути. Мне говорили, что сегодня будет перед путем. Вот, смотри, сейчас из-за упадет. Давай заказывать желание. Да. Волшебное печенье. Волшебное печенье. Впереди печенье. Испытайте судьбу. Спасибо. Я уже испытывала. Не понравилось. А вы попробуйте еще. Не сдавайтесь. И что, опять бесплатно? Ага. Берите. Ну, спасибо. Пожалуйста. Энна, печенье. Печенье с предсказанием. Испытайте свою волшебную печенью. Испытайте свою свечуку. Послушайте, у вас что, во всех печеньях одно и то же? Нет. Вероятное совпадение мизерное. Ясно. Значит, у меня опять эксклюзив. Ну, наконец-то. Сколько ждать-то можно уже? Что ты здесь делаешь? С чем я ожидал? Объяснений твоих жду. Извинений. Ты что, в таком виде за руль сел? В каком? Нет, меня машинка привезла. Какая машинка? Белая. Какая красивая. Тихо, 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 тихо. Подожди. Пусти меня, пожалуйста. Мне больно. Какого черта ты влезла в мою жизнь? Мне плохо. О, от меня Машка ушла к этой матери своей. Ты из-за меня замуж выходить не хочешь. Что мне делать, ну? Пожалуйста, давай мы завтра с тобой во всем поговорим, ладно? Ладно. Лав. Да хоть послезавтра! Мне не нужны твои подачки! Ты поняла? У меня тоже есть! Гордость. Лариса? Да? А где Мила? Не знаю, я сама жду. Да, вот это внесено. Катерина, Милу не видела? Нет. Я думала, вы ее куда-то отправили. Я не отправлял. Иду, иду, иду. Алло, алло, алло! Алло, алло! Виталь, привет! Извини, что беспокоил. Мила с тобой? Просто она на работу не пришла, и телефон ее не отвечает. Нет, не со мной. Я же вчера такой скандал учинил. Фух ты, черт! В общем так, я сейчас еду к ней. Я тоже еду. Нет, неemu не! Тихо. Тихо! Ребят! Крекион園! Тихо! 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 ГYourсь! КОНЕЦ КОНЕЦ Мила! Что с ней? Скорую вызывай! Ага! Алло! Скорая? Срочно приезжайте! Вчера ведь без сознания! Ой, здравствуйте, Алексей! Вы были там, как она? Врач сказал, все хорошо. Серьезных травм нет. Сделали ей какой-то укол, еще часа два будет спать. Ну, слава Богу. Ира! Да? Я спросить уже давно хотел. У вас духи были такие, необычные, с ароматом ванили. Я везде искал, ничего подобного не могу найти. Как они называются? А, теперь понятно, чего вы так вынюхивали. Только вы зря ищите. Это же милашное изобретение. Оно в единственном экземпляре. Там, кроме ванили, еще штук семь каких-то компонентов, она в жизни не признается каких. Вот я тупица. Я пойду. Да, Катерина. Алексей Михайлович, Крылова так и не появилась. Что делать с презентацией? Ничего не делать, пока Людмилу из больницы не напишут. А что с ней? Ее избили. Напали в собственной квартире. Алексей Михайлович, я, кажется, знаю, кто на нее напал. Так вот, почему ты никак не можешь выздороветь. Зря ты бросила театральный. Звездой бы ты, конечно, не стала, но роли стерф у тебя получались бы отлично. Сволочек! Хватит! Это ты во всем виноват! Хватит! Я все знаю. Полиция уже едет сюда. Иди оденься. Лена! Лена! Стой! Да ты сумасшедшая! Отпусти меня! Я же люблю тебя! Тихо! Тихо! Успокойся! Все! Милаш, осторожненько. Вот так вот не спеши. Ириш, я вполне могу идти сама. А мне приятно за тобой ухаживать. Итак, я продолжаю. Бандит этот, Максим Бочкин, сейчас в СИЗО. А оттуда прямая дорога в тюрьму. А Лену забрали на психиатрическую экспертизу. Угу. Зачем? Ну как это? Посуди сама, Милаш. Человек специально провоцирует себе язву. Терпит какие-то адские боли. И все ради того, чтобы удержать рядом человека, которому он даже не нужен. Ну знаешь, если Лена терпела все эти испытания ради любви, ей можно только посочувствовать. Можно, но не нужно. Боже мой, да какая любовь! Истеричная, капризная девица решила вернуть себе старую игрушку. Все. Я уверена, что то, что она вытворяла, в психиатрии имеет четкое определение. И мы его скоро узнаем. Мне все равно ее жаль. Ну хорошо. Твое право. Мне вот абсолютно нет. Кстати, Лена сказала, что оплатил нападение на тебя Ермаков. Представляешь? Ну он, конечно, не признается, но я надеюсь, его удастся к стенке приставить. А кстати, что там Брагинский? Боже, я совсем забыла. Он таки предоставил доказательства плагиата Ермакова. Теперь нашего бывшего руководителя даже в лаборанта никто не возьмет. А как там Маша? Маша отлично. Виталик разрешил ей с мамой общаться. Ой, это хорошо. Кстати, Ириш, ты говорила, не будешь пользоваться моим ароматом ванили? Принесешь как-нибудь, а то я соскучилась. Да я же его в сумке все время ношу и забываю отдать. Вот, держи. Спасибо. Ты знаешь, мы с Пашей решили дочку Людмилой назвать. Тебе как? Ну наконец-то ты нашелся. Ну это еще вопрос, кто нашелся? Почему это меня совсем не удивляет? Как же я вспоминал этот поцелуй с ароматом ванили? Виталий. Все кажется, это все. Вообще, виталий. 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 На всякий момент. Виталий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok